Сегодня будем читать то, что в принципе доступно, поэтому я возьму лишь два небольших коротких рассказа. Это вот эта книга, Султан Хангирей, Избранные труды и документы. Сборник этот есть в продаже сегодня, поэтому я не буду, естественно, его всего читать. Но, как я и обещал, я выбрал два рассказа. Это наезд Кунчука и предлагаю объяснение Аббата почитать, потому что фамилия интересная. И, в принципе, это одна из таких редких историй о шапсугских дворянах того времени. Напомню, что Султан Хангирей, это выходец из заула дворянского, ныне Тлюстинхабль под Краснодаром, потомок крымских ханов, хануко, который жил здесь, в общем-то, они жили здесь довольно давно, были приняты в общество черкесов и очеркесились в качестве таких орков-дворян, если не ошибаюсь, второй степени. И сам конкретно Султан Хангирей, он умер молодым, 43 года, но за это время успел сделать невероятную карьеру. То есть Николай I император планировал сделать из него такого своего рода образ благородного горца, который был воспитан в реалиях Российской империи, стал ее как бы таким образом цивилизации, через которое планировалось, что вот он вернется. И своим примером покажется отечественникам, что хорошо принять подданство России, и все вот эти блага цивилизации того времени, обучения и стать частью Российской империи. Но этот проект рухнул, потому что, да, его воспитали Султан Хангирей, он в молодости уже воевал как офицер именно в войсках кавалерийских Российской империи, был участником русско-персидской войны, русско-турецкой войны, Георгиевский кавалер, молодой очень, приближенный к императору, с императрицей часто на балах танцевал в Петербурге. И он много писал, он даже его Николай I прозвал с черкесским Карамзином, то есть он историю писал черкесского народа. И ему как раз Николай I заказал написать проект, в котором должно быть изложено подробно устройство черкесского общества, то есть этнография, традиции, обычаи, вот все это социальное устройство общества. Он ее описал. В общем, в этой книге это все есть. Это как раз одно из лучших пособий по тому, как устроено черкесское общество, в принципе, так называемое положение об управлении горскими народами. И он его написал, должен был представить Николаю I. Но так получилось, что Николай I в 1837 году приехал на Кавказ. И к этому времени султан Хангирея очень улюбили здесь, потому что все местное военное начальство, оно относилось как бы так с ревностью к его деятельности, то, что он такой приближенный к императору, то, что через их голову все вопросы решает. И они всячески козни устраивали про него, рассказывали, что он специально это делает, подговаривает так, чтобы выставить себя в таком свете, что он единственным может решать вопросы на Кавказе, что он будет сейчас просить для себя отдельное министерство по делам Кавказа, в котором он будет главным, а все чиновники военные останутся на второй роли. Естественно, это всем не нравилось, особенно Вилеминову генералу. И вот они про него там всякие басни рассказывали Николаю Первому. И наговорили вот это все, когда Николай Первый здесь был в Геленджике. Он его вызвал приехать себя оправдать, ну вроде бы как рассказать свою точку зрения, высказать. Но сам по себе он был очень стеснительный человек, султан Хангирея. И он, видимо, впав в какую-то прострацию такую, он не решился и сказался больным и не поехал. И Николай Первый воспринял это именно, ну как вот сказать, как признание правоты этих генералов. Что он действительно якобы все это из своих личных эгоистичных побуждений ему рассказывал. Проект не был принят императором. Проект интересный в каком смысле? Что Хангирей предлагал, да, частично благами цивилизации привлечь черкесов на сторону Российской империи. А самых непокорных, да, военной силой покорять. Ну, в общем, этот проект был императором Николаем Первым отторгнут. На него наложен был гриф секретности, который сняли только в середине 20 века. И когда начали снимать, гриф секретности потихонечку из записок составили вот эту книгу. Ну, а сам султан Хангирей, он остался жить в своем ауле Творянском, уехал с Петербурга. Через время, он как раз рассказ Беслини Аббата об этом говорит, его Беслини Аббата все-таки уговорил поехать перед Николаем Первым выступить, оправдать себя, как бы восстановить свое имя доброе. Они поехали, но, в общем-то, и он уже был неинтересен императору, и сам проект этот, скажем так, мирного покорения черкесов уже не был интересен Николаю Первому. То есть уже возобладала его такая позиция военная. Лобби военная. И он ни с чем вернулся обратно, и несколько лет потратил на собирание фольклора, запись его у себя в книгах, и умер молодым достаточно. То есть ему было, я скажу, 36 лет. Ну а мы почитаем сегодня вот эти два рассказа. Первый наезд Кунчука, это интересная история, потому что наезд Кунчука, этот рассказ, был спустя годы, в начале 20 века использован потомком султан Хангирея, султаном Давлет Гиреем, непрямым потомком, для постановки первых черкесских пьес на черкесских благотворительных вечерах в Екатеринодаре. В частности, на втором вечере в 1914 году была поставлена театральная пьеса по наезду Кунчука, которая считается предвестницей адыгейского театра вообще. Ну что ж, начнем ее читать. Итак, наезд Кунчука, предание. В верстах пяти от нынешнего Павловского моста, и я помечу, что Павловский мост, это примерно мост, где ГЭС современный, через речку Кубань. Вот въезд из Дегея в Краснодар по трассе, где ГЭС находится, старый Пашковский мост там находится. Там Пашковский перекат, так называемый. В верстах пяти от нынешнего Павловского поста на левом берегу Кубани, среди глухого леса, в шалаше, толпа черкесской молодежи беззаботно веселилась и громко пела песню, порой заглушаемую звонким ударом на гайке или преском воды. Красавицы гор на порогах саклей за рукоделием поют про подвиги храбрых. На крутых берегах кипучие лобы, питомцы брани вьют арканы. А темир-казак с небес в ясную ночь указывает им сакли врагов. Темир-казак — это полярная звезда. И вот не на ладьях, а грудью бурных коней рассекают Кубани шумные воды, и пустыни безбережных степей пролетают под учей звездой. Вот перед ними и древний дон плещет, и седые волны катит, над волнами стелется туман, в мглистой выси коршун лишь чернеет, а берегу лишь робки лани бродит. Вдруг вблизи раздался чей-то голос. Певцы, примолкнув, слушаясь, и вздрогнули. Кто-то напевал известную битвописательную песню Казбека, которую суеверные черкесы почитали зловещую. «Пойдите и узнайте, какая-то собака подошла к нам с таким зловещим воем!» С досадой воскрикнул старшина, но незваный гость уже был пред ними. «Да умножится добыча ваша добром от нетому дальних народов! Могу ли к вам войти?» Сказал незнакомец, спрыгнув с коня и остановясь на пороге шалаша. «Впрочем, прибавил наездник гордо, на мою скромность можно положиться. На мне еще никто не видел прожженной шапки, я дворянин». Прожженная шапка – это символ бедноты. И вора, точнее вора даже. На воре шапка горит, это тоже черкесская в том числе пословица. «Гостеприимство живет и в шалаше, но советую тебе впредь не петь зловещей песни, подъезжая к охранителям, которые с часу на час ждут возвращения своих из наезда», – сухо отвечал старшина. «Я не приехал сюда учиться, что мне делать и чего не делать. А о наездниках ваших знаю более, чем вы сами, и могу предсказать, что они не привезут и орши на ткани, не пригонят и жеребенка. Да что таить, не за тем и поехали. Прекрасная гюль, быть может, давно уже в объятиях бородатого нагайца, и похитить ее дело невозможное, дерзкое. Впрочем, Кунчук сам создан из дерзости, и как ему удалось пригнать табун Шамхала из заказанища, схватить пленника из Джиметея, то он готов нахвостить черта переплыть через Азовское море. В те времена, наездничества, о которых и теперь старики не перестают вздыхать, Черкесия блистала красавицами, как небо звездами в ясную ночь. А наездники, как метеоры, летали по ней всюду, оставляя за собой кровавые следы. Между тогдашними красавицами сияла, как полная луна среди звезд, прекрасная гюль, а между наездниками, подобно молнии, сверкал знаменитый Кунчук, и на них-то намекал незваный гость. Он бы долго еще болтал и хвастал своим всезнанием, но старшина отвел его в сторону и долго разговаривал с ним тишком. Наконец приезжий гость сел на коня и прямо въехал в воду. «Бери выше, брод наискось, быстринно снесет ниже раскопа, рыба будет праздник! Кости вороном не достанутся!» — кричали ему с берега, но отважный наездник, не слушая советов, вздернул ноги выше потника, надел шашку на шею, приподнял саблю и, махнув рукой, поплыл напрямик. Волны бегали, плескались вокруг него. Привычный конь грудью резал глубину в воду, струю и увивались за ним, как раздраженные змеи. Пена брызгала, и вот еще сажень и раскоп. Гибель неминуемая. Но удалой наездник ударил на гайки по голове лошади, она взвилась и втриск кака вынесла бесстрашного на противоподлежащий берег. Толпа черкесов ахнула от удивления. Незнакомец спрыгнул с седла, закинул поводья за луку, засучил рукава, выжал воду из шерсти лихого скакуна, обтер ему глаза и лоб, как будто чувствуя нежной заботы своего господина, конь играл и увивался вокруг наездника. Наконец тот сел опять в седло, помчался вскачь, осадил, опять перекрестил несколько раз тропинку, извивающуюся по берегу реки, и как молния в темной туче исчез в чаще леса. — Старый волк! — проговорил старшина, возвращаясь в шалаш. Лета покрыли голову его силенами, а он еще не перестает скитаться одиноко, как вепрь в осеннюю пору, — подхватил другой. — Пусть бы век свой скитался, что нам здесь дело? Так к чему было перебивать наше пение зловещую песню? Говорит, что у него лошадей увели из конюшни и след потерял в лесу, а потому, завидев наш огонек, приехал узнать, кто мы такие. Но бог с ним, лучше запоите, дети, веселые песни, наезднические. Пришла пора моей молодости, но сердце еще так и бьется от радости, когда услышу сладкий голос отваги. Черные тучи висели над Азовом. Порой вырывались из них пламенная молния, небо вспыхивало и снова темнело, и дождь закрапывал. Гром рокотал глухо. Но город тихо засыпал. Огоньки один за другим погасали, и только оклик часовых на стенах крепости прерывал его могильное безмолвие. Наконец и то стихло. Сверхнула молния, и видно стало, как один из часовых спускал в ров лестницу. Сверхнула еще, и вот он уже ползет осторожно, как змея. Яд змеи в миллион крат менее гибели, не менее гнусен, измены. За холмами, вдали от крепости, сто человек панцирников лежат, притаившись в земле. За ними десять пеших держат их коней. Двадцать конных стоят в готовности для защиты. Кто-то подполз к одному из ста, прошептал ему на ухо, и сто броней заскользнуло по траве тихо, так тихо, что сама трава не слышала шелеста и звука кольчуг. На краю города повзышался дом паши, обнесенный высокой стеной из сердцового кирпича. Болтовня лишь стражей на дворе нарушала глубокое полночное молчание. — Зачем нас держит здесь паша, как цепных собак? — спросил новобранист товарища своего старого янычара. — Кого боится и от кого мы уберегаем его? — Держит за тем, что он может это делать. — Нас, детей бекташи, мало здесь, оселен он нагайцами. Чего боится? — Боится своей совести. Отнял жену у кунчука, того самого деребе черкесского, что дружится с ним. А тот не бык, чтоб вытягивать шею свою под дерьмо. Паша и не присиянин, чтоб поцеловал полу его кафтана, когда этот скажет, твоя жена мне нравится. Неужели отнял? Да как это случилось? Случилось очень просто. Паша был в гостях у соседа кунчука, где на ту пору справляли зеофет. А на зеофете, где у них, как у неверных девушки, пляшут и веселятся при мужчинах, была и прекрасная черкешенька. Красотка, как бельмо, бросилась на глаза паше. — Кто она? — Невеста кунчука? — отвечали. — Что стоит? Громкий смех был ответом. Паша покраснел, но знай, буробек, где смеются, там и плачут. Где не продают явно, там торгуют тайно. И на этот раз вышло так же. Возбархата, парчи, сукна и всякого добра тайком перешел из кладовой пашни в собачью лачугу отца красавицы. И однажды поутру, когда его не было дома, входит к дочери черкеса и говорит шепотом, что кунчук требует скорого соединения, что отец ее, скряга, рад будет, если она убежит к жениху, и тем избавит его от сдержек свадьбы. — Видишь ли, у этих собак обычай воровать жен. От непохищенного мяса у волка делается оскомина. Жених-то был молодец, и красотка только и ждала словечка, чтобы броситься в его объятие. День этот казался ей длиннее, длиннее, ну, самой предлинной ночи. Все присматривало на солнце. Наконец к ее радости свет потух, как моя трубка. Дай-ка огня. Когда ночь покрыла землю сорока покровами, а каждый из них был чернее совести нашего Кадия, когда человек десять подъехала к Терновой ограде дома, где жила красавица, она вышла к ним навстречу, и через несколько минут уже мчалась по степи. Сердце у нее билось от радости, что скоро увидит милого. И думаешь, что увидела? — Нет, брат, если ты это думаешь, так ты глуп, братец. Не жениховы-то были посланцы, а наши нога и отпаши, и с ними тот черкес, что обманул ее. Он надеялся сделаться любимцем Паши и рожиться первым богачом Азова, и ты думаешь, что он рожился и вошел в милость? — Нет, братец, он его просто выгнал, а на ропот изменника чуть-чуть не зажал горло веревкой. — Ты вчера продал свою госпожу, а завтра продашь и меня, если кто посулит тебе много золота. — Знаем вас, — сказал Паша. Изменник притих, как овечка, и уже служит Паши, не при нем, а в страже. Вот там на часах стоит. Тут-то бы и не принимать его, а не то, пожалуй, и город продаст. Пусть бы себе отворил врагам двери горем Паши, а оно ничего, никто же ни слезинки не проронит, но если город выдаст, а нам что-то сделало, прервал его старый янычар. Если б Истамбул сгорело, то у меня и одной рогожки и не сгорит. Однако ж жаль девушку. Я стоял на часах и подсмотрел, Паша к ней, а она грозит кинжалом и клянется зарезаться, если он в шаг не подступит, ведь она волчья племени. Да и Паша сродни им, нагается и, говорят, уже успел ласкать красотку. Через неделю, сказал садовник, будет свадьба. Ну, нет, что-то худоверится. Да и она-то бледна, как смерть. А смотрит чертом, тоскует, не спит. Да посмотри, вот уж заполнишь, а она отворяет окно. С последним словом старый янычар зевнул, как голодный волк, но уста его более не сомкнулись. Из-за угла визгнула пернатая стрела черкеса и угодила прямо в рот рассказчика. Изрубить стражу в куски, разбить двери гарема было делом одного мгновения для отважной шайки удальцов. Прекрасная гюль очутилась в объятиях Кунчука. Черкесы проворно хозяйничали во дворце Паши и прибирали к рукам, что было поценнее. Кунчук, передав свою невесту в надежные руки, пошел искать Пашу, который отомстил за бесчестие. Черкес, обоим изменивший, следовал за ним. А, жирный пес, с яростью воспринял Кунчук, ты не умел ценить моей дружбы, так умей почувствовать злобу мою, и обнажил свою саблю. Паша гордо взглянул на него. Мы с тобой еще успеем разделаться, но прежде мне надо отдать долг за дружбу этому изменнику, сказал Паша, указывая пистолетом на Черкеса. Выстрел горянул, и тот покатился. Вот награда ему за услуги. А теперь твоя очередь. Другой пистолет блеснул в его руке, но уже было поздно. Сабля Кунчука тяжело опустилась над черепом Паши и раздвоенный повалился к ногам мстителя. Между тем, тревога кипела в городе, подожженным с другого конца. Партия Кунчука с его невестой, пленницами Гарема и с богатой добычей, спустилась по лестницам скрепостного вала в поле. Товарищи их подскакали к ним с лошадьми, и удальцы умчались в степь. Один Кунчук остался на кургане любоваться картину дела им совершенного. Волны пламени, гонимые порывами сильного ветра, разбегались шире и шире по городу, охватывали строения, вились и змеями, исчезали в клубах черного дыма. Взрывы пороховых погребов потрясали землю, сбрасывая под небо горы камней и тысячи людей. Кунчук любовался делом своей мести. А между тем гроза на небе свирепела, гремели громы, казалось, раскатами своими говорили ему «Смирись», но сердце Кунчука не знало смирения, с гордостью торжествовало злодеяние. «Гуляй, душа, упивайся кровью врагов, славная месть, славная о ней будет и память», проговорил он со зломной радостью, надвинул шапку на глаза, удары на гайки, как град посыпались на бока коня, и тот быстрее вихрь умчал его в степи, соединил с семьей отважных удальцов. Необозримая степь между Кубанью и Доном в эпоху нашего рассказа была опасной пустыней. Там не только не было дорог, но путник даже не находил тропинок, и в те времена наездники, прославившиеся отдаленными набегами, проезжали безграничную степь с отважностью вполне достойных головорезов. Их партии, блуждая по необозримой пустыне, часто встречались между собой и нередко сильнейшие, истребляя слабейших, вместе с добычей вносили на родину пламя междуусобий и кровавого мщения. Не так опасны были нападения, как возврат. Иногда, облуждая целые недели, месяцы, хищники подвергались погоне, настигавшей их следом. Опытность вожатых, именно которых и поныне живут в памяти народа, скитаясь по этим пустыням, свыкаясь с приметами, спасала их в подобных набегах. Ночью руководителем были полярная звезда Тимир Козек и Млечный путь, называемый путем прогона табунов. В нем, в ненастье, осеннюю порою, направление трав, ветров, постоянно дующих в ту пору года, курганы, на южной стороне которых скорее тает снег, сохнет трава, и многие другие подобные же приметы. Прославленные вожаки скрывали от толпы известные им признаки, и народ многих из них почитал людьми, имеющими связи с белыми и черными духами. Однако же случалось, что и черные и белые духи не помогали, и отважные удальцы гибли в необозримой пустыне в самых жестоких страданиях. Один подобный случай ознаменовал последнее время наездничества. Партия хищников, предпринявшая отважный наезд в позднюю осеннюю пору, долго рыскала по бесконечной степи между Кубань и Доном. Наконец, охватив табун лошадей и Донцов, возвращалась на родину, оглашая пустыни радостными песнями. Вдруг настали сильные морозы, и наездники, одетые по обыкновению весьма легко, подверглись жестоким мукам. На их беду подул порнзительный северо-восточный ветер, называемый Никой, с крупными хлопьями снега. И вьюга метель покрыла страшным мраком пустыню. Наездники не вдруг решили бросить добычу и спасаться. Они старались превзойти друг друга в твердости и терпении, гнали захваченных лошадей, но бедные животные кружились, толпились в кучку, и их принуждены были бросить. Пока у черкесов были седла, они могли еще хоть раз в сутки согревать себя огнем от сжигаемых отчера горчаков. Но когда и это спасительное средство исчезло, когда мороз и метель увеличились, и уже ни одного товарища не досчитывались, или замерзшего, или бежавшего, в надежде на свою лошадь и теплую одежду, вопреки чести и общему мнению, повелевающему уступить последнее более нуждающемуся. Тогда остальные, числом до сорока, спешись, составив круг, взявшись за руки, стали плясать, как бытновенно пляшут на свадебных пиршествах. Черкесы имеют множество плясовых песен, но при этой трагической пляске погибающие наездики стали петь не из числа старых, известных этого рода песен, а новую, сложенную ими в предсмертный час. В этой песне, которая начинается обращением к ветру и снегу, стихи, им угрожавшими гибелью, изложены их страдания, бедствия, твердость и слабость товарищей, и в словах сквозь завесу скромности пробивается честолюбивое желание передать имена своему потомству. Некоторые даже намекают на любовь свою и ее предметы, до конца слагаемой песни. Однако же эта песня, показывающая характеристические черты черкесов, не погибла в пустыне в завывании в юге. Семь человек спаслись и возвратились на родину, возвестили о гибели прочих и передали потомству песни о страдальческой кончине своих товарищей. Один из них, Шебанэ Лаше, дожил до наших дней. Он пишет о себе в 1830-е годы. Я хорошо помню этого высокого худочавого старца. Мы, дети, бывало, украдкой смотрим на глубокие морщины его чела и потом с каким-то неизъяснимым чувством поем песню страдальческой смерти наездников, несмотря на то, что и старшему из нас было не более шести лет. Не знаю, чем мы были, если бы нам суждено было расти на родине, но помню, что вид этого старца рассказы и песни о гибели его товарищей воспоменяли ребяческое наше воображение искрами сильной страсти к промыслу разбойничества, потому что наездничество прежних черкесов в наше время превратилось в разбойничество. А между этими видами огромная нравственная разница. Наездничество покраснело бы от мысли воровать у соседа лошадь, изменить своему слову. Его цель была слава, отвага, а теперешнее разбойничество как развратница не знает и тени, и стыда. Его цель – корысти. Но возвратимся к нашему преданию. Партия Кунчука, наконец приблизивших к берегам родной Кубани, и когда вершины прибрежных деревьев показались взором наездников, тогда выстрелы и радостные песни огласили безмолвную пустыню. Предводитель взмахом руки остановил партию. «Вот родные берега Кубани, мы теперь дома. Остановимся же здесь и отдохнем, а не то, пожалуй, скажешь, что мы бежим, не оглядываясь», сказал Кунчук. Наездники в ту же минуту соскочили с коней, стреножили их мигом, выстроили шалаш для красавицы, другой для предводителя, и старались бодростью и веселостью превзойти друг друга. Один только седой наездник не слезал с коня, угрюмо посматривал на окружающих его. «Товарищи, можете отдыхать спокойно, волк нас будет стеречь, а глаза у волка говорят зоркие», сказал один Жанинский, Жаневский. Наездник, играя словами и лукаво поглядывая на конного товарища, которого звали волком, седой наездник вспыхнул. «Не шути со мной, малокосос, а то выйдет шутка мыши с котом. Гордость вздула у вас, Жанинцев, нос вышел ба, так что и глаза не видят дальше его конца. Мы разалили целый город и возвратились, оставив всюду кровавый след. Как не видите погони на хвостах, так и думаете, что неприятель спит непробудным сном и готовы запеть по нем сагхэш? Залейте ему горло холодной водой, не то я залью его уста свинцовой иголкой», отвечал вспыльчивый Жанинец. «Или лучше завяжите ему глаза, заткните уши, чтобы он мог отдохнуть, а то ему бедняжке все чутится погони и слышится топот неприятельских коней». Шутки превратились в угрозы и по обыкновению должны были окончиться оружием, но Кунчук предупредил кровавую сцену. Полно тем волк бесится, когда дети шутят. Седой наездник, ворча что-то про себя, отъехал в сторону, стрянул жил коня и лег отдыхать, не сняв так же оружие. Ночь миновала спокойно и тихо. Кровавое солнце взошло на горизонте и вскоре сокрылось за густым туманом. Седой, только наездник, один давно уже бодрствовал, а прочие его товарищи, утомленные неимоверными трудами и набега еще спали спокойно. Вдруг он вздрогнул, проворно взбежал на ближайший курган, но леса скрывали и самые ближайшие предметы. Он припал к земле и долго прислушивался. Это погоня, воскликнул он и бросился будить товарищей. Все вскочили, но сон усталого не скоро оставляет. Кто бросился к оружию, кто к лошадям, крик, беспорядок царствовали в стане отважных наездников. Что ж ты не спишь, сказал волк вчерашнему насмешнику. Право мягкая трава самая лучшая постель. Вот погоня настигла, ударила. Наездники кое-как успели собраться, но многих из них уже не доставало. Неприятель рубил, черкесы падали. Пал и волк на трупы своих собратьев. Кунчок не терял присутствия духа. Храбар отбивался, заменяя личным мужеством малочисленности, распоряжался шайкой своих удальцов. Он послал невесту и пленец к переправе, но было уже поздно. Неприятель еще с вечера примите расположение наездников отделил часть войска к берегу Кубани на перерез. Захватил там караул, беспечно ожидавший возвращения товарищей и овладел переправой. Кунчок, завидев опасность невесты, кинулся туда, где жребий кровавой сечи готов передать в руки врагов его любезную. И там закипела страшная резня. Кровь пролилась ручьями. Турки и нагайцы с ожесточением мстили за истребление своих жилищ. Черкесы упорно защищали свою добычу, но число бесстрашных наездников с каждой минуты уменьшалось, а толпы врагов все росли и теснили храбрых. Черкесы не хотели уступать им, спешились, перекололи своих лошадей кинжалами, составили из тела их завал, дрались с отчаянием и один за другим гибли. Судьба берегла одного только Кунчука и его невесту. Напрасно он умолял ее оставить его, отдаться неприятелю, но она не хотела удалиться, хотела умереть прежде своего любезного, хотела защитить его своей грудью. Мои товарищи все пали до единого, как богатыри и слава им. Я не могу тела их унести с собой, но умереть могу, а ты кому будешь принадлежать тогда? Спасемся! Вскричал наконец отчаянный любовник, одной рукой обхватил ее в стан, в другой заблестала страшная сабля и, как лев разъяренный, прянул на толпы врагов. Визумленные расступились, Кунчук на берегу, внизу кипят, бунтуют пенистые волны глубокой пучины, а позади мечи неистых врагов, смерть или плен, и он с разбега бросился с обрыва. Бездна развертлась, брызги брызнули, и волны по-прежнему бурной пенисты и клокача потекли обычным путем, схоронив к холодной груди свои трупы двух любовников. С тех пор крутой мыс, который виден с восточной батареи Павловского поста вверх по течению Кубани, черкесы называют Кунчуков спуск. Это ныне Пашковская переправа. Краснодаре. Вот, в общем, такой рассказ, который был использован для постановки полноценной театральной пьесы в 1914 году в Краснодаре. Так, ну, а теперь предлагаю перейти к нам чуть более крупной рассказу про объяснение Аббата, рассказ про вот этого вот знатного выходца из Шапсугов, который одним из первых ходил еще с бжедукским князем Хаджимуковым Батргиреем или Батчерием к Екатерине II, предлагал его уйти на правый берег Кубани, и первым получил такое разрешение, но погиб в Безюкской битве с Шапсугами. А вот в Беслине Аббат выжил и перешел на правую сторону, и, я так понимаю, он жил в какое-то время не в Суворово-Черкесске, а в Гривенском Черкесском Ауле. Итак, Песлиний Аббат из сочинений под заглавием биография знаменитых черкесов и очерки черкесских нравов и преданий покойного флигель-адъютанта Хан Гирея. Прежде всего, изложим здесь некоторые подробности о Шапсугском племени. Подробности сами по себе очень любопытные, необходимые для того, чтобы иметь достаточное понятие о ходе общественных дел на родине замечательного человека, имя которого мы выступили в заглаве этой статьи и в которых принимал он так долго живое участие. Шапсугское племя в наше время по многочисленности своей самое сильное между черкесскими племенами. Преводворение свое в горах состояло из пяти только союзных родов или Тедлако, которых я буду называть кланами, бывших под предводительством Аббата, родоначальника нашего героя. Я здесь хочу отметить, что по старым вот этим сведениям Аббаты считаются одной из крупных шапсугских фамилий, которые ведут по легенде свою родословную от кабардинцев, вышедших из Крыма и с одной из кабардинских крупных княжеских фамилий они имели родственные связи. По-моему, с Куденетовыми, но это надо уточнить. Эти кланы наименовались Кобли, Коблевы, Схопте, тут, возможно, Шхалахово имеется в очень таком искаженном виде, Севотох, Надхо и Неддахо. Они разделились на две части, и первые три клана водворились на речке Шапсхо и были основателями шапсугского племени, которая, как полагают, от названия этой речки приняла нынешнее своего наименования. Впоследствии народонаселение в шапсугском племени до такой степени увеличилось от присоединившихся к нему жителей равнин, что оно принуждено было занять обширное пространство горы и ущелья и, наконец-то, выдвинуться к северным покатостям и равнинам. Шапсугское племя, вероятно, и в прежние времена делилось, как и теперь, на орков или дворян и факотлей, которые мы назовем вольными землевладельцами. Не находим другого названия, которое, вернее, не определяло бы значение этого многочисленного сословия черкесов и на крестьян. Дворяне, облеченные преимуществами, образовали собой господствующие сословия. Вольные землевладельцы составили народ, подчиненный дворянству на определенных неясно, но тем не менее тягостных условиях, которые возникли от местных обстоятельств и утвердились временем. Крестьяне не все несли одинаковые обязанности. Одни из них использовали с более значительными правами собственности и свободы, отбывали менее тягостные повинности, а другие, напротив того, не пользуясь равными с ними правами, работали на своих владельцев по мере возможности. Впрочем, условия во дворе не обеспечивали и их собственность и жизнь. Кажется, будет ближе назвать первых оброчными, а вторых дворовыми. При быстром превращении населенности шапсунского племени оно образовало три главных союза или соприсяжничества. Первый из них, состоящий ныне, кажется, более чем из 30 кланов, известен под общим именем Кобли, ну, Коблевую фамилию. Второй Хохосеватох, а третий Схапте. В каждом из последних двух союзов считается не менее 20 кланов. Названия этих союзов доказывают, что народные предания об их основателях не суть вымысла. Нет никакой возможности верно определить число людей в кланах, также бесполезно распространяться и о подразделениях последних. Шапсунские дворяне долгое время пользовались важными преимуществами, народ по привычке терпел, хотя и не без опыта, тягостные для него следствия такого положения дел, но между тем невидимо скопились обстоятельства, долженствовавшие изменить его судьбу и неспровергнуть могущество господствующего сословия. Дворянство, гордясь своей древностью и сильными своими преимуществами, не хотело унизить себя родственными связями с людьми низкого происхождения, а народ напротив того принимал в свой круг каждого пришельца и, так сказать, усыновлял его. Пришелец присягал быть верным клану, которому приставал, а тот со своей стороны тоже присягал охранять безопасность нового своего члена. Таким образом клан увеличивался и, соединенный в одно и целое общими выгодами и клятвами, составлял один союз, которого каждый член приобретал силу с помощью соприсяжников. Тхар-Ог он их называет. Следовательно, клан не мог подвернуться совершенному раздроблению на части и расслаблению в своем составе. Здесь-то и должно искать причины развития понятия народа о свободе, средством которых был упадок влияния и власти дворянства. Но этот переворот совершился не вдруг, а постепенно и почти неприметным образом, это непоследствия. И как свежие предания, заключающиеся в себе важные события народных волнений, хотя и сохранили имена немногих старшин, более или менее имевших влияние на общественные дела, однако мы не видим между ними сильных умов, которые управляли бы ходом дела и потому думаем, что упадок власти и влияние дворянства и возникшая сила народа было делом времени и инстинкта к обеспечению от насилия своей жизни и собственности, преимущественно и появлявшихся у независимых народов. Чувство собственного могущества редко не выводит человека из границ умеренности. Неудивительно, что и шапсугский народ, недовольствуюсь тем, что разорвал уже оковы строгой покорности дворянству, захотел водворить между господствовавшим сословиями собой равенство, однако же по привычке он все еще предпоставлял дворянству некоторые поверхностные преимущества, во многих случаях значительной и потому явного разрыва между бывшими господами и подвластными не было до тех пор, пока ображению умов последних не представилось свободное стремление. Некоторые из самого сильного числом и связями отделения шапсугских дворян Шарит Луковых разграбили проезжих торговцев, бывших под покровительством членов одного клана и убили при этом в случае двух защитников и покровителей. В прежние времена это ничего не значило, дворяне позволяли себе еще и не такие насилия, но теперь народ уже чувствовал свое могущество, решил сатомстить и сильную массу напал на дом одного из дворян, разграбил его, захватил крепостную девушку и оскорбил мать дворянина грубыми словами и побоями. Это был почти первый пример посягательства народа на честь и права, присвоенный дворянину его дому коренными обычаями. Шапсугские дворяне сильно оскорбились этой дерзостью народа, и тут началась между ними вражда, знаменитая своими последствиями. Дворянин, которого дом был разграблен и оскорблена мать, принадлежал к Шарит Луковым, и потому все члены многочисленной этой фамилии, приняв непосредственно на себя обиду, нанесенную одному члену своему долу. Как и должно было по обычаям и условиям родственных связей, решились кровью омыть это бесчестье, и для этого они покинули свою непокорную родину. Говорят, что к такому решительному поступку Шарит Луковы были подстрекаемы прочими шапсугскими дворянами, втайне желавшим избавиться от них, как от сильных совместников. Любопытный переговор Шарит Луковых перед выходом из своей родины с соседями, покорительства которых они искали. Бжедугское поколение было тогда очень сильно. Хамашайское общество, в то время важнейшее отделение этого поколения, имело тесные общественные и частные сношения шапсугами своими соседями. Шарит Луковы просили через своих депутатов покровительства у дворянства этого племени. Старший князь Хамашейский, которому депутаты обратились как к главе, отвечал, что князья и дворяне соберутся, переговорят между собой, обсудят им просьбу и тогда уже дадут им ответ. Депутаты изъявили желание дождаться съезда и ответа. Князья и дворяне съехались и начали рассуждать. Первостепенный дворянин Бшихако Бореко Бореков, наверное, или Бороков, один из почтейших старейших тогдашнего хамашейского дворянства, первый подал мнение, чтобы прежде чем принять по своему покровительству Шарит Луковых, вступить в посредничество между ними и шапсугским народом и примирить их своим влиянием и через то избежать напрасного кровопролития и разорительной войны. Мнение не только рассудительное, но и справедливое, потому что хамашейцы были тогда в мире с шапсугами, следовательно, надо было иметь основательную причину, чтобы уничтожить существовавшие уже условия соседства, заключенные так недавно и с таким всеобщим желанием. Если бы шапсугский народ не оказал уважения к посредничеству хамашейцев, тогда уж должно было будет защищать вооруженную рукою дело Шарит Луковых, говорил умный старшина, но его предложение было отвергнуто самым нелепым образом. Один из молодых князей, человек храбрый, но вспыльчивый и грубый, с обидной насмешливостью возразил благоразумному старшине, что для него должно выстроить крепкую ограду, из которой шапсуги не в состоянии будут его взять, если случится война. Эта выходка была вовсе неуместна, тем более, что Барека был воин, известный своей храбростью, но она выражала общее чувство молодых людей, дворян, князей, жаждавших войны. Оскорбленный старшина высказал свое негодование сильными, но приличными словами. Таким образом, опрометчивость приподшла кровопролитие благоразумному убеждению, и ужасная война возгорелась. Кровавые ее следы доселе еще не изгладились, хотя минуло уже более полувека. Заметим здесь одну любопытную черту нравов, напоминающую лучшую эпоху Черкесии. Депутаты Шаритлуковых, находившиеся на съезде, именем членов своей фамилии, объявили благоразумному Береку, что, зная его любовь к спокойствию, ни один из них не станет беспокоить его просьбами о помощи. Для них достаточно участия, принимаемого в их судьбе прочими дворянами по чувству собственного своего достоинства. Это было сказано очень вежливо, однако, что по тогдашнему образу выражения оно было сказано очень сильно. И для храброго старшины оскорбительные грубой выходки с плечевого князя. Он отвечал, что никогда не пожелает, чтобы они имели нужду в его помощи, но бжедуги увидят, избоязни ли он советовал отвратить войну рассудительными и нечестивыми переговорами. И небесчастными переговорами. Шаритлуковые, оставив буйное свое племя, водворились на время, как изгнальники в бжедугском поколении. Сильным партиям своих покровителей они указывали сердце своей родины и нападающие не щадили крови. Но два-три упостошительных кровавых их набега не могли усмирить мятежный народ. Шапсуги созвали многочисленное дотали невидимое в их земле ополчение, страшное числом а не воинственностью и неисправностью вооружения. Оно двинулось к Мышейским аулам с намерением истребить мечом и огнем покровителей и сгландников. Псительный дух народных старшин жаждал крови, а толпы стремились вслед за ними в надежде добыть. Шапсуги поклялись не щадить ничего, а их противники горели нетерпением отомстить равную гибелью. Раздражение и ненависть с обеих сторон были чрезвычайны. Так могущественно сила воспоминания даже о том, что лишь слабо сохранилось в темных преданиях народных. Древняя песня о знаменитом изгнаннике, которому предки бжедугов с таким удивительным самоотвержением оказали покровительство, теперь раздавалась в устах их потомков. Конечно, недостойных героев древних песен, но все еще храбрых, отважных и возбуждало в них чувство народной гордости. Теперь, как и в то громкое для их славы время, они решились на пролитную войну для защиты своих гостей. Зная намерения врагов, бжедуги поголовно вооружились и хотя не составляли половину неприятеля, однако же пошли к нему навстречу. Это было с их стороны отважно, но, должен сказать и то, что они презирали шапсугов и всегда побеждали их в открытом поле. К тому же небольшой отряд казаков, пришедший к ним на помощь, поощрял их отвагу. Неприязненные ополчения встретились на берегах реки Бзийко. И тут произошло кровопролитие, в позднейшее время невиданное в междоусобных войнах черкесских племен. Шапсуги нападали с ожесточением, их знаменосцы, обыкновенно стремящиеся вперед, не раз вскакивали в массы противников. Ждуги употребили военную хитрость, которая вполне удалась, потому что неприятель горячился, и они успели навести неприятельскую конницу на свою пехоту, скрытую во враге, и ружейным залпом последний привели ее в замешательство. Потом, в свою очередь, атаковали ее с такой стремительностью, что быстро опрокинули, и она, жестоко поражаемая, смяла часть собственной своей пехоты, на которую я была опрокинута. Шапсугские старшины напрасно старались удерживать орабевших воинов, напрасно храбрейшие из них, стыдя избежать смерти своей, искупляли постыдную трусость товарищей, их усилия были тщетны. Пехота шапсугская некоторое время тем сильнее было ее поражение. Она не могла отступить в порядке и попалась между двух огней, потому что часть беждухской конницы, возвращавшейся с победы над неприятельскую, встретила ее, и тем кровопролитнее еще сделалось ужаснее. Сама природа, казалось, благоприятствовала малочисленным победителем, карая гордых старшин непокорного народа. Утро этого достопамятного дня было тихо, прекрасно. Гряды легких облаков двигались плавно, как рать, и, скопляясь под голубым сводом южного неба, ветер не шевелил вершин дерев. Летнее солнце великолепно взошло над прекрасной равниной, облиставшей серебристой росой и скоро одолженствовавшей обогреться кровью. Но незадолго до сражения горизонт покрылся мрачными тучами. Изредка сверкала молния, подул сильный ветер, и в самом начале сражения пошел проливной дождь, столь сильный, что во врагах образовались быстрые глубокие ручьи. Конечно, такие перемены в атмосфере на гористых местах обыкновенные, но суеверие народное приписывает их, когда они случаются замечательными событиями при знаменовании. Как бы то ни было, а этот случай был полезен малочисленным победителям тем, что огнестрельное оружие трудно действовало, а в рукопашном бою ловкие проворные бжедуги много выигрывали перед грубыми своими врагами. После сражения было покрыто убитыми, а, поле сражения было покрыто убитыми и раненными. Целыми толпами прогоняли пленных к сборному месту. Добычу, оружие свозили туда же для дележа, и, говорят, его навалили целые горы. Такая важная победа стоила дорого и победителям. Они потеряли много отличных людей, в том числе и храброго князя Батергерея Хаджимукала. Этот замечательный человек получил смертельную рану в самом начале сражения, когда не было еще известно, чем решится судьба этого достопамятного дня. Стекая кровью, лежал он на поле кровавого побоища и посылал вперед своих друзей с рыданиями и слезами, останавливавшихся над ним. «Ступайте, ступайте, вы там нужнее», говорил он, и когда узнал, что враги его родины разбиты на голову, произнес с радостью, как римлянин, «Теперь я умру спокойно». И душа благородная, величественная, как минута его отхода вечность, покинула землю. О, гордая, ненасытная обладательница наук, ты коснея сама в эгоизме с презрением называешь варварами людей, которым и в полдиком состоянии доступно столь возвышенное, столь благородное чувство. В плачевной песне, сложенной после этого достопамятного дня, три-четыре вялых стиха посвятили такому замечательному человеку и только. Участие малочисленного отряда казаков Черноморского войска было делом второстепенным, но оно принесло победителям важную пользу. Несколько выстрелов из орудия, бывшего в этом небольшом отряде, должны были внушить сильный страх шапсугам между тем, как его присутствие одушевляло победителей. Бждуги были благодарны казакам. В той песне, под средством которой они хотели придать потомство своей подвиги, поместили и имя начальника казаков. Потерю шапсугов верно определить невозможно. Полагают, однако, что 800 тел осталось на поле пролитного сражения. По крайней мере, шапсуги при всяком случае повторяют даже и теперь. Мы не забыли наших 800 тел, угрожая за них отомстить. Если бы подобное сравнительно событие совершилось в умной Европе, то все ведущие журналы привели бы в движение все политические умы, решающие на досуге и по своей милости судьбы царств по газетным известиям. Но здесь оно почти уже забыто и лишь изредка может быть полумирный оратай на берегах Бзиюка, ручейка ничтожного, нудавшего имя достопамятному дню Бзиюка-Зао, отрывая человеческие кости, вздохнув, произнесет. Тогда погиб и мой отец. Глядит угрюманный, сливающий останки собрата. Впрочем, для настоящего поколения низовых черкесов, Чах, бзиюкское поражение составляет эпоху. Однажды я спросил хамышевского дворянина, сколько ему лет. Во время бзиюкского сражения я в состоянии был ездить верхом на лошади, отвечал он. Подобный ответ даст вам всякий бжедук или шапсук, которого голова уже довольно посидела. Я помню, когда тело моего отца привезли на нем, все платье было в крови, прибавил дворянин, и видно было, что он гордится смертью своего отца. По образу мысли черкеса в этом случае, конечно, прекрасному семейство, которого член не был убит или ранен в достопамятном сражении с врагами, вошедшими в пределы его родины, не может пользоваться уважением сопеременников. Я застал еще в живых одного из самых замечательных народных предводителей шапсукских того времени. Видимо, речь идет о КСБЧ Шеретлука. Это был старик лет 70 или более с мужественными чертами лица, на котором был большой рубец, напоминавший ужасный день бзюкского поражения. По черкесскому обыкновению я был отдан на воспитание в дом почетного этого старшины, пробыл там 3 или 4 года и теперь хорошо помню то глубокое уважение, которое оказывали ему все приезжавшие к нам и патриархальную его власть над большим и богатым своим семейством. Он всегда был угрюм, огромный рост, большая палка, волчья шуба шерстью вверх, молчаливость и нависавшие брови придавали этому народному предводителю какую-то дикую мрачность. Не бжедуги, а Бог нас истребил в наказании за нашу гордость, говаривал он, вспоминая бурные дни народного волнения, в котором сам играл важную роль. В самом деле гордость непокорного народа доходила тогда до крайности. Говорят, сотни шабсугов находились в волчании без оружия, имея при себе длинные веревки для увязывания богатых вещей, которых надеялись награбить в оулах и мышеевцах. Случалось, однако, что сами они были связаны теми же веревками, когда попадались в плены и приведены в те же аулы, в которых думали поживиться добыча. Везде так неверные расчеты человеческие. Поражения достопамятные и ужасные не смирила, однако же, шабсугов, но еще более усилила их ненависть к победителям. И сильными ополчениями вторгались они не раз еще в пределы бжедугов, не раз еще лилась кровь по делу шабсугских дворян-выходцев. Замечательно, что шабсугские старшины и предводители дали себе слово не положить оружие до тех пор, пока не достигнули средоточия бжедугского поколения и сдержали его. Однако же, обе стороны до такой степени утомились, стяготились бедствиями беспрерывной войны, что при последнем вторжении шабсугов не произошло сражение. И так, немало уже погибло людей, говорили предводители обеих сторон и удерживали своих воинов от неприязненных действий. Наконец, между шабсугским народом и выходцами завязали скрытые переговоры, вследствие которых последние возвратились на свою родину по одиночке, неблагодарным образом в отношении своих покровителей, но на приличных по тогдашнему обстоятельствам условиях. Главное дело примирения или выдворение согласия между народом и дворянством последовало гораздо позже на знаменитом съезде, известном под названием Печатник Озефес, на котором ясною чертою разграничены права дворян и народа. Определенные на этом съезде пункты условий или узаконений Абза утверждены были навсегда правилами или основаниями для руководства во всех делах частных и общественных. Народ и дворянство присягую обязались не отступать от этих постановлений и не изменять их. По чрезвычайной многочисленности прав и преимуществ, присвоенных разным сословиям в черкесских племенах вообще, мы не знаем ясно в чем именно состояли до этого съезда преимущества шапсугского дворянства, которые народ оспаривал у него, ни права народа, признание которых он требовал от дворянства. Известно только, что шапсугское дворянство господствовало в своем поколении, защищало народ от чужеплеменного насилия, доставляло ему выгоды от отношений с соседними племенами, с которыми оно всегда имело дружественные связи и таким образом дворянство приобрело сильное влияние, которое можно было назвать властью. Но пределы этой власти, кажется, не были с точностью и ясностью обозначены общественными условиями. И потому часто упоминания о правах сословия шапсугского поколения мы не объясняли, в чем они заключались. Мы не могли этого и сделать, но теперь можем дать достаточное понятие о правах, постановленных и утвержденных обоюдным согласием народа дворянства на упомянутом съезде. Главнейшие пункты этих постановлений состоят в следующем. Если убьют дворянина, платить за кровь 30 голов при подобном платеже платимое считается головами шха, которые не одинаковой ценности, например, так называемая первостатейная голова с той четыре души, обыкновенная, простая, одна, посредственную лошадь и так далее. А если ранят с повреждением кости, половину того, будет же без повреждения кости четвертую часть. Если у дворянина украдут, например, лошадь и вора откроют, то при возвращении той же самой лошади придать еще две удовлетворения оскорбления, нанесенного ему тем, что посегдули на его собственность. Будет же вор не возвратить ту самую лошадь, то взыскать с него девять лошадей. За кровь же паструльдина, то есть твокотля, которого мы назвали вольным земледельцем, положено 28 голов, следовательно, менее двумя. И в прочих случаях сделали таким образом уменьшение в правах народа противоправ дворянства. Например, за украденную простоледину лошадь будет вор не возвратить ту самую, взыскать с похитителя семь лошадей. Если уже украденная лошадь будет возвращена, то одну в придачу. И так далее. Сообразно с этими главными пунктами постановлений сделаны еще и другие, касательно различных случаев, когда и какие-то могли предвидеть старшины, дворянство и народ. Например, касательно гостей, покровительства и прочее. Съезд этот тем именно и знаменит, что определенные им постановления долго были единственными узаконениями, на основании которых решали все дела. И удивительно, как хорошо они были приспособлены своей краткостью и ясностью к местным обстоятельствам, всегда обуреваемого своевольством народа, воинственного, непокорного. Даже и теперь, несмотря на распространившееся влияние исламизма, они еще имеют силу. Как не ясны были постановления съезда относительно будущих столкновений, но и тут не кончили старых дел, касавшихся до людей, которых мы назвали оброчными, отказавшихся от повиновения владельцам, хотя это и составляло главную потерю дворян. Народ прямо не вступался за этих людей, по крайней мере, он не требовал от дворянства решительного отказа от своих прав над ними, но между тем и не выдавал их владельцам, которые, будучи сами не в состоянии без помощи народа снова покорить их своей власти, потеряли их на самом деле, хотя и до сих пор не отказываются от прав над ними. В истории или справедливые в исторических преданиях Шапсугского племени знаменитый Печетникский съезд составляет важную эпоху и мы, изложив здесь краткий очерк главнейших происшествий, имевших влияние на судьбу племени и основу общественных отношений между дворянством и народом Шапсугским, от начала до этой эпохи станем теперь говорить о замечательном человеке, которого биографию мы пишем и жизнь которого в продолжение полувека от этой эпохи была предметом удивления, зависти и ненависти соотечественников. С того времени все замечательные происшествия на Евродине имеют более или менее тесную связь с жизнью этого человека. Беслине Аббат происходил, как мы говорили, от древних предводителей шапсугского племени. Отец его пользовался с особенным уважением и вне своей родины, как доказывает воспитание его детей в отдаленных племенах. Человек, которого мнением дорожили и у которого искали дружбы, конечно, был значительным в своем кругу и в свое время. Из многочисленного его семейства наш Беслиний был старший по порядку рождения и воспитывался в Беслинеевском племени, по названию которого и дано было ему имя, сделавшееся впоследствии столь известным во всех черкесских обществах. Другой его сын был воспитан в Убыхском племени и, как черкесы дают имена произвольно, назван тоже по имени поколения Убыхом. Прочие его дети не принимали участия в бурных происшествиях, ознаменовавших жизнь нашего героя, они и не дожили до них. Если Беслиний провел юность свою и на своей родине, то, конечно, рано или поздно обнаружил бы замечательные черты умственных способностей, что доно человеку природой, то редко погибает совершенно. Однако же его пребывание в Беслинеевском племени принесло ему немало пользы, и оно рано развило его дарование. Беслинеевцы того времени отличались между закубанскими черкесами общежительностью. Частое обращение с лучшими людьми черкесии того времени придало ему особенную ловкость и приятность в обхождении и в разговоре, и он в высшей степени умел увлекать и друзей, и завистников своих и располагать в пользу предположенной им цели. Лично его участие в общественных делах началось около того времени, когда постановления знаменитого съезда, названного правами, приняли всю основную силу узаконений. По крайней мере, молодость его в особенности замечательна тем, что он и тогда вмешивался в дела общественные, предоставляемые подземным понятием только пожилым людям. Это, кажется, нам было причиной, что он получил непреодолимую страсть к общественным делам, то есть относящимся к целым племенам, даже к целому краю. Эта черта его характера в высшей степени замечательна для нас, привыкших видеть мелочное одностороннее направление у масс современных пислений у черкесов, за исключением немногих, имевших влияние на образ его мыслей. Впрочем, мы были бы несправедливы, если бы не заметили здесь, что пислений и в делах наездничества, столь прославляемых черкесами, не только не отставало от других, но даже нередко решался на самые опасные предприятия и до самой старости огонь отваги наезднической постоянно воспламенял его воображение. Но мы займемся преимущественно теми только случаями его жизни, в которых обнаружилась деятельность вкратчивого его ума, обширность его соображений, гибкость характера и отвага беспокойного духа, так часто подчинявшие ему обстоятельства и людей. Первой жертвой тревожной деятельности этого замечательного человека сделалось общество Хакучо. Видимо, Хакучо имеется в виду. По преданиям, часть этого общества состояла из потомков оброчных людей, принадлежавших предкам аббатов, когда они обитали еще в тесных ущельях гор. Хакучо окружено едва проходимыми ущельями, мрачными вековыми лесами и громадными утесивших гор. Притом, хакучинцы и соседние с ними общества воинственны, но никакие затруднения не устрашали беслиниям. Он явился в Хакучо и вкратчивым умом, и гибким характером подчинил могущественному своему влиянию лучших старшин общества. Но этого еще далеко было недостаточно для достижения истребительной его цели. И он со всем своим семейством переселился из прекрасных равнин в мрачное ущелье и водворился там среди непокорного воинственного общества, часть которого он намерил бы истребить, и в котором имел только небольшое число едва ли надежных приверженцев, разделявших его желания, но не имевших сил способствовать ему. А следовательно, тут малейшее подозрение, даже клевета недоброжелательная могли бы дорого стоить беслинию. Около двух лет жил он здесь, ни на минуту не забывая своего замысла. Наконец успел составить себе сильную партию из людей, готовых на все предприятия, лишь бы поживиться добычей, и в самом недре хакучинского общества приобрел новых друзей. Партия им собранная состояла из нескольких сотен пехоты. Он ввел ее под предлогом набега на убых в Хакучо, через которое пролегала туда тропинка. И умение его так было велико, что захватил врасплох семейства, которые составляли предмет его продолжительных поисков. С этой богатой добычей он переселился в Абаззекское племя под прикрытием вызванных им оттуда стрелков, и там оставался до тех пор, пока волнение шапсудского народа, стревоженного его решительными действиями, несколько не утихло. Предприятие объяснения было отважно, но его успех беспримерный показал, что этот человек может и на все решиться, и успеть во многом, и долго отзывался в ушах шапсудов, в особенности навел он страх на оброчных, освободившихся от власти дворянств. Вообще, объяснение не забывало утраченной власти своего сословия, но с ненавистью взирал на своевольство народа, и, несмотря на гибкость своего характера, редко мог скрывать свои чувства. Ты, добрый мой приятель, вместо чернил намажь свою печать коровьим навозом, оно будет тебе приличнее, сказал он однажды Народному старшине, толковавшему при нем о своей печати, которую хотел предложить по обыкновению к бумаге, отправляемый по какому-то случаю Канабскому паше по имени всего народа. В другой раз он обнаружил еще резче свое патрицийское презрение к плебеям своего отечества. У нас есть не менее, чем убесление сукна, серебра и шелку, но наши жены никак не могут сшить нам таких нарядов, какие у него бывают, сказал один богатый шапсук, производивший довольно значительную торговлю с турками. Беслению это не понравилось. Так ты непременно хочешь со мной во всем сравняться? спросил он, и скоро доказал, что этот вопрос был сделан не без намерения. Беслений самым ловким образом захватил этого гордого плебея и продал его в неволю, показав тем, что простолюдин, как бы он не богат, может быть продан и сделаться рабом. Едва ли не большую часть времени Беслений проводил между черкесскими племенами, зависящими от власти князей, имея там обширные связи, и едва ли в этих племенах происходило какое-нибудь значительное дело, в котором не принимал бы он явного или скрытного участия. Известная его отвага в предприятиях, необыкновенная ловкость в интригах, знания коренных обычаев, на основании которых у черкесов производится разбирательство спорных дел, убедительность слов, увлекательность в общении, замечательное умение за все приниматься вовремя, везде доставляли ему первенство в делах, как оказалось, сделали его везде необходимым человеком. Но успехи бессления вне его родины, шапсугского племени, и там увеличивавшие ее влияние, немало способствовали тому, что он постепенно сделался предметом зависти дворян и недоверчивости шапсугов, которые опасались его. В самом деле, в независимом народе, не терпящем на собой ничьей власти, он часто поступал как князь в подвластном его племени. В делах, менее важных или более частных между черкесскими дворянами, его времени были равны бесслению своим влиянием, но когда дела касались обширных предметов, когда указывали на него, в особенности в последнее время, как на человека, могущего преодолевать и решаться на самые отважные предприятия. И самые враги бессления отдают справедливость похвальным чертам его характера и признают его достоинство, но в его жизни есть и кровавые, отвратительные пятна. Мы опишем одно из них и самое мрачное, характеризующее мстительный и жестокий дух бессления и главное изображающее нравы народа, который удивлялся успехом этого замечательного человека и прославлял его. У нас вот время сейчас подходит в Инстаграм, я вижу. Сейчас я завершу эфир и зайду заново. Вы просто переподключите. Сейчас закончим эту историю с бесслением. Остальные подключатся, эфир в любом случае будет сохранен, поэтому продолжение дослушайте. Дослушают, кто не успел подключиться. В хатукаевском племени есть древняя фамилия С. Тут он не расшифровывает, но, видимо, речь может быть о халахахах. Один из этой многочисленной фамилии отличался храбростью и другими качествами, прославляемыми черкесами. Он, как и все ему подобные люди в этой земле имел много завистников и врагов. В числе первых был П. В оригинале того же племени человек с отличными качествами. Для ясности происшествия необходимо предварительно поместить краткое замечание о покровительстве, которое человек высшего происхождения должен оказывать всякому прибегающему под его защиту. Это замечание будет интересно как одна из главных основ общественного порядка у черкесов. Человек, совершивший преступление, следовательно, опасающийся преследования или желающий на всякий случай обеспечить себя защитой сильного, является такому-то лицу, которого покровительство может доставить ему желаемую защиту и помощь, и, коснувшись рукой и полы его платья, произносит «отдаюсь под твое покровительство» и прочее. После этого коренные обычаи, то есть закон черкесский, уполномачивают, скажу более, обязывают покровителя вступаться во всяком случае за предавшегося его защите. Ни тот, ни другой тут ничего не теряет. Напротив того, оба выигрыши покровительствами приобретают сильную подпору, а покровитель в случае обид, нанесенных его клиенту, имеет право взыскивать значительный штраф, право, которое должно почитать одним из важнейших преимуществ князей, и они пользуются им с особенной готовностью. Оно доставляет им вещественные выгоды. Между тем, как в нравственном отношении князь, допустивший безнаказанно такого рода обиду, теряет народное уважение. Впрочем, это право должно прибавить «могущее, по-видимому, сильно способствовать общественной безопасности», составляет источник частых расприй. Храбрый дворянин С, как мы сказали, был предметом зависти многих, и потому, желая сколько-нибудь обеспечить свое положение, поручил себя следуя выше приведенному обычаю покровительству темиргоемского князя Месоста Айтекова из рода Болотоковых. Вечер Добы. Продолжаем читать избранные труды Хангирея, в частности, про объяснение Аббата. Рассказ. В таком, кстати, еще хочу упомянуть, что здесь вот он только первую букву оставляет. С, там, дворянин, П. То есть, причина этому то, что во времена написания этого рассказа Хангиреем эти люди еще были живы, и он как бы не хотел их раскрывать. В таком положении были дела, когда в одну темную ночь постучались к нему в двери домика, в котором он проводил ночи вместе с своей женой. С никогда не выходил из дома без оружия, но на этот раз, говорят, поступил против своего обыкновения, потому что жена, по какому-то предчувствию, боясь за него, сказала, чтобы он взял пистолет. Как бы то ни было, а он вышел без оружия, вышел и не возвратился. Его зарезали завистники и враги, которым управлял П. Говорят, что это последнее было в дружественных отношениях с честьястой жертвой гнусного злодеяния, и потому он вышел с доверчивостью на зов ложного друга и заплатил за то жизнью. Но нам кажется это невероятным. С не мог иметь полной доверенности к П, хотя бы они и назывались друзьями, или оказывали друг другу приятельские услуги. Закоренелое соперничество их предков должно было оставить в их сердцах враждебное чувство, которое никогда не угасает у черкесов. Убийство С дело ужасное, но, к сожалению, весьма обыкновенное в этой земле. Впоследствии было предано замвению, обыкновенным порядком. Убийцы примирились с населенником жертвы, удовлетворив его на основании древних обычаев. П. Как главный участник убийства человека, состоявшего под покровительством Айтекова, оказав должное удовлетворение этому князю, сблизился с ним и в надежде обеспечить себя верился его покровительству. Точно таким же образом, как это было сделано с несчастным С, участь которого, оказалось бы, не должна была допустить его полагаться на покровительство кого-то, кого-то ни было. Но люди, окруженные опасностями, как-то привыкая к ним безотчетно, предаются судьбе. П. Полагаясь, с одной стороны, на свои связи, а с другой, на покровительство Айтекова, поселился на земле почитаемой принадлежностью князей Тимиргуевских и его аул, на воинственном пути черкесской деятельности встретились герой нашего рассказа и храбрый П. Два человека, которые по характерам своими положениями в обществе не могли ужиться. Причина их несогласия была ничтожна. Обесление требовало, чтобы П. оказал удовлетворение какому-то хатукаевскому простолюдину, бывшему под покровительством Аббат. Справедливое замечание П. что хатукаец и без посредства пришельцы могли бы решать свои дела, привело в негодование раздражительного обесления и он во время съезда, съезды редко обходились без него, подъехал верхом к квартире своего противника, вызвал его и, не слезая с лошади, объявил ему, что если он не удовлетворит им покровительство на человека, то отныне будет его врагом. Теперь, выбирая мою приязнь или вражду, от того и другое чего-нибудь стоит, то я это докажу. Прибавил он с надменностью. П. не уступил бы угрозам, но тут нашлись посредники. Он удовлетворил требования обесления и они примирились, то есть не имели уже более явного предлога к ссоре. Но причина несогласия этих двух человек была неискоренима. Она происходила от зависти П. Гордый и самолюбивый, неприязненно, смотрел на успехи и безлиния везде. А этот с удивительной гибкостью характера, умея угождать высшим себя по происхождению, не терпел в равных с ней гордости, несоперничеством. А малейшее оскорбение самолюбия оставляло навсегда в мстительной его душе враждебные чувства. В возгоревшейся междоусобной войне айтековых, имеется в виду Мшоост, Месост айтеков и Джамбулата айтеков. Два брата, которые по разные стороны оказались. Один на русской стороне, а второй на стороне горцев в горной местности. Абадзеха, в частности. Интересная история. Беслини и П. были на стороне одного из них, а в тот день, когда ополчения враждующих братьев сошлись, на них лежала обязанность по распорядительной части в партии князя, которому они оба служили. П. крайне хотел, чтобы неприязненные ополчения сразились. А Беслини напротив того старался не допустить бытовое и в этом успел с помощью старшин, желавших предупредить про кровопролитие. При этом, в случае П. издевался над стараниями Беслини и произносил насчет этого колки и шутки. Его слова были переданы Беслинию с обыкновенными преувеличениями, как везде водится. Черкесские дворяне, заметив мимоходом большие охотники, ссорят людей. Тут я решился показать ему, что я не из тех людей, над которыми безнаказанно можно издеваться, говорил после объяснения. И действительно, скоро после того принялся с обыкновенную своей деятельностью и ловкостью за кровавый замысел против УП, давно в его коварном уме созревавший. Но мы оставим на минуту его замыслы и расскажем здесь два-три случая, бросающие яркий свет на нравы черкесов. В продолжение переговоров ополчения враждебных князей однажды сошлись очень близко, как мы говорили, тут едва не произошло сражение. Некоторые партии и молодые наездники с обеих сторон выезжали с развивающимися знаменами, но старшины разгоняли их. В это время П. как распорядитель обскакивал толпы всадников, приверженцев своего покровителя, говорил, что у него много друзей, когда дело идет получать от него богатые подарки, но настоящие его друзья сегодня сделаются известными. Готовьтесь к сражению, прибавил Лявон. Когда подскакал он, произнося эти слова к малочисленной толпе всадников, состоявшей из бжедугов и женеевцев, давнишних между собой союзников, тогда женеевский дворянин Девлет-Черих, человек, известный своей храбростью и удивительной ловкостью владеть оружием на коне, выступил вперед и с обыкновенную гордостью своего поколения возразил, «Бжедугие женеевцы давно привыкли к битвам, а ты лучше вступай учить своих, как им сражаться». Гордый женеевец прибавил еще несколько грубых шуток насчет соотечественников П. Тут бжедугский князь ногой, предварительствовавший в этот день своими женеевцами, для изъявления своего удовольствия защитнику национальных честей велел подвезти ему прекрасную свою заводскую лошадь, заводную лошадь с богатой сбруей. Этот истинно княжский поступок Нагоя напоминает нам одну благородную черту его жизни, носящую на себе признак рыцарского великодушия, описанием которой надеемся доставить читателям удовольствие. Один из молодых женеевских князей застрелил двоюродного брата Нагоя. Родственники убитого требовали удовлетворения за кровь, но женеевский князь Непдахоко, как старший из этого племени, располагавший делом под разными предлогами, медлил исполнением их требований. Это вдвойне оскорбило кровоместников, и они искали случай убить его. Однажды Непдахоко, проводив отъезжавших гостей, один возвращался к себе домой и тут встретился с Нагоем, поджидавшим его в лесу с двумя своими братьями. Женеевский князь был почти без оружия. Он имел на себе одну только шашку, но у него лошадь была отличная, следовательно, бегство, может быть, спасло бы его. Но бежать, конечно, было постыдно, и он, своротив с дороги, остановился лицом к кровоместникам, правая его рука лежала на рукояти шашки. Братья Нагоя схватились было за оружие, чтобы застрелить врага, как неосторожно попавшегося им в руки. Жизнь Женеевского князя висела, что называется, на волоске. Но жидовский князь остановил готовую месть, с упреком сказал своим братьям, мы не приехали убить голого, то есть невооруженного человека. Не довольствуйтесь, а, не довольствуйтесь этим, Нагоя приветствовал его, как старшего летами, проводил на некоторое расстояние, и великодушный мститель, пожелав ему доброго пути, возвратился домой. После этого поступка кровоместникам Женеевский князь поспешил доставить ему удовлетворение, на которое он прежде не соглашался. Судя по нравам и обычаям черкесов, поступок Нагоя в этом случае в высшей степени достоин похвалы. Рассматривая вообще нравственную сторону черкесов, находим у них идеи высокие, благородные и истинно рыцарские, находим в делах их поступки великодушные и достойные похвалы. Но, должно признаться, гнуснейшие следственные обузданные свободы помрачают нравственную жизнь этого народа, воинственного, одаренного сильными способностями ума. Для примера тому приведем кровавое окончание происшествия, о котором мы наговорили сейчас. Убийца брата Нагоя беспокойным характером своим впоследствии навлек на себя неудовольствие жанеевцев. К тому же его храбрость и влияние, которое он начал было приобретать, вооружили против него зависть жанеевских князей, и они составили против него гнуснейший замысел. Камео, так звали этого молодого князя, был довольно набожный человек, хотя, правду сказать, это не мешало ему произвести разбой, потому что князь, не делающий в его лета набегов, не может быть и князем. В ту минуту, когда он совершал вечернюю молитву, намаз на бурке и в поле, на него напали его товарищи, с которыми он была предпринял сделать набег на шапсутские пределы. Эти товарищи состояли из жанеевских князей и его родственников. Должны бы мы прибавить с ужасом. Камео лишили свободы. Это случилось во время поста Рамазана. Под предлогом греха соблюдать пост в то время, когда ездишь на разбой, спутники Камео разговелись еще до захождения солнца, а в самом деле они не решали совершить задуманные злодеяния в продолжении поста. Это замечательно. В душах закоренелых этих злодеев оставалась еще хоть тень божьего страха. Так могущественно носила религиозных идей. Народу необходимая религия, говорил Наполеон. Это неотвеченная, а явная истина, но между тем были люди, которые вздумали иначе. Несчастного Камео отвезли связанного на назначенное место убийства, в лес, и дали о том знать ногою. Этот князь не забывал еще смерти брата, впрочем, более желание показать силу своего мщения, чем из скорби. Он явился к связанной жертве, с ним был один из его союзников, человек ничтожный до крайности, готовый за малейшую плату быть палачом. Гнусное это животное выстрелило в Камео из пистолета, заряженного двумя пулями. Пули попали в грудь несчастного, но он имел еще столько твердости духа, что улыбнулся и взглянул с презрением на испугавшегося от его движения подлого убийцу и обратясь к ногою, который стоял тут же, сделал гордое замечание, что напрасно не выбрали, по крайней мере, храброго человека для совершения над ним убийства. Эти слова, показывающие удивительное присутствие духа в жертве подлого мщения, привели ногою в сильное негодование, и он, обнажив с ругательством шашку, нанес умирающему удар. Я был свидетелем погребения тела этого храброго князя, и хотя прошло с тех пор более 20 лет, но помню хорошо, с каким презрением говорили тогда о гнусном участии, принятом в его убийстве ногоем. И какая ужасная разница между князем, которого восхищала национальная гордость Жанеевца, и подлым убийцей, храброго связанного человека, между великодушным врагом Непдахока и презренным палачом Камео. И кто бы мог предполагать в одном и том же человеке два столь противоположных характера? Заметим, наконец, что тело Камео предали земле, как тело человека, погибшего за святое дело. А теперь говорят, что земля на его могиле имеет целительные свойства в различных недугах. Подобное верование, конечно, может принести некоторую пользу для массы народа, но в этой прекрасной несчастной земле одни только гражданские неумолимые законы могут прекратить подобные преступления и убийства. Пора однако, что мы обратимся обратно к Аббату. Беслений был в дружественных отношениях с Айтековыми, как со всеми лучшими людьми своего времени и края, а как его намерения касательно ненавистному ему П не могли быть исполнены без согласия этого князя, то он обратился к нему. Беслений знал хорошо дело, за которое предпринимался. Знал и характер людей, с которыми должен был иметь это сношение в этом кривавом предприятии. Как ловкий продавец запрашивает двойную цену за свой товар, а потом выступает за полторы цены, так и Беслений сначала потребовал от Айтекова прямого непосредственно его участия в погублении П. Потом напомнил ему убийство С и тем нанесенное ему Айтекову в лице его и всем князям оскорбление. Наконец удовольствовался тем, что князь после многих отговорок согласился не мешать ему намерениям. Замечательнейшая черта правил Бесления была направлять свои убеждения на образ мыслей людей, которых содействие нужно было ему для достижения его предложения. И этому умению должно приписать большую часть его успехов на кровавом и часто мрачном пути черкесской деятельности. По соглашению Айтекова Беслению оставалось только приготовить орудие предложенного замысла. Из-за этого из-за этого недолго стало бы дело. Людей, готовых быть исполнителями самых мрачных преступлений к несчастью, очень много в этой волнуемой страстями необузданного своевольства в стране. Стоит только назначить цену за гнусные их услуги. Но мстительный дух Бесления готовил более обширное поле истребления. Он хотел искоренить ветви дерева, под которое с такой жаждой мщения подкапывался. За Кубанью не осталось ни одного порядочного человека, не сделавшегося участником тайны кровавой драмы, подготовленной Беслением. Он, как демон искустителей, являлся ко всем и объявлял свое предположение, потребовав предварительно, как водится у черкесов, клятвы скрывать все в глубокой тайне. К сожалению, весьма немногие отказались принять и доказывают, что П. был уже предметом ненависти почти всех, сколько-нибудь значимых людей. Говорят, причиной этой общей ненависти была его гордость. Может быть, это и правда. Между черкесами человек самого высшего сословия, сделавшись гордым, навсегда вооружает против себя общую ненависть. Но если человек среднего или низшего класса сделается заносчивым, то непременно возбуждает общее негодование, которое, тем более бывает сильно, что начинается с высших, оскорбленных самолюбий которых увлекает большую массу людей. Почтенный старец Клыч Аглы, который пользовался в Дагестане большим уважением и как депутат или посланец посетил столицы России, Турции и Персии, однажды сказал известному своим нетрезвым поведением и буйствами Аслан-хану Казикумыкскому «Твое счастье, что в Дагестане есть обыкновение спрашивать, чей он сын. Это обыкновение есть и у черкесов, и что, прощают человеку высшего происхождения, то вменяют в преступление людям низшего сословия». Таким образом, все знали предуготовляемую увеслением кровавую драму. Один несчастный предмет его интрига коварных замыслов ходил как бы оглушенный неизбежной судьбой среди толпы, готовившей ему ужасный конец. В честь его заметим, что один из его друзей открыл ему составляемый против него замысел, но он не послушал его советов. «Если все мои друзья, кроме тебя, не изменили, то пусть погибну», отвечал П. «К сожалению, имя этого человека и забыл. Какие бы причины не побуждали его к такому поступку, но его поведение в этом деле, в котором было столько измен и дружбе и клятве, достойно похвалы. Между тем, неутомимый в интригах бесслений, приготовив все к исполнению ужасного злодеяния, сам не хотел лично участвовать в остальном и уехал. Но без него, без личного руководства ничто не шло вперед. Не те, которые поручено было схватить обреченную жертву, этих отвратительных злодеев называют «тлюбит», то есть «человеколовцами», а не те, которые готовы были сделаться добровольными палачами. «Тлютч» как-то так. Не соглашались в вознаграждениях за гнусные свои роли в предстоящем злодеянии. Словом, ни в чем не могли успеть, когда коварный дух, управлявший этими порождениями ада и безначалия, их оставил. За ним послали гонца, и как только он заразратился, все пришло в движение. Но здесь мы должны заметить одну характерную черту. Беслиний по возвращении своем предложил Айтекову для скорейшего окончания пригласить к себе «П». «Я отзову его в сторону, ты дай мне только одного человека». «Я схвачу его за руки, он не станет кричать, он дворянин, мы его возьмем с оружием». «А на безоружного не хочу нападать», сказал Беслиний, но Айтеков не согласился. «Мне неприлично такое дело», отвечал князь, и не хотел, чтобы в его доме после его хлеба с соли расставали человек, к которому готовится мир. Заметьте, один не хочет нападать на безоружного, а другой не допускает совершить в своем доме постыдное дело. Оба, недвижимые злобой мести, решаются на злодеяние ужасное, но чувствуют всю его гнусность, и в словах их, которыми они прикрывают отвратительность поступка, видна какая-то смесь позорных действий с зародышами высоких рыцарских понятий. Утешимся, по крайней мере, тем, что все благое провидение заранило в человеческую природу до начала возвышенных чувств, на благодетельной почве, в которой зарождаются всеобщие идеи, сияющие как полярная звезда. И среди бурь невежества и эти идеи спасительны для человечества, и они заставляют невидимую силу и плодиких народов отвергать, презирать в душе гнусные дела, хотя совершают их обуреваемые дикими страстями, и это одно из множества доказательств необходимости законов гражданских. Один человек, с которым Пэй имел сношение, давно привыкший к измене и убийствам, согласился завлечь несчастного Пэй к себе в дом и выдать убийцам. Случилось так, как предполагали и хотели злоумышленники. Пэй остановился ночевать у этого гнусного человека, и эта ночь была последней его свободой. Бесли, не знавший уже каждый шаг несчастного явился туда шайкой злодеев, и эту шайку составляли князья и дворяне. В полночь эти ужасные люди вошли в дом, где ночевал предмет крывалого их замысла, напали на спящего после сильного сопротивления, схватили его и связанного отвезли в назначенное место. За несколько дней перед тем Бесли не успел посредством неисточимых своих хитростей отправить сына Пэ под благовидным предлогом за несколько десятков верст, и там его тоже схватили, как только прискакал гонец от Бесли с вестью, что отец уже в его руках. Тут не замедлили совершить страшные преступления. Прекрасный юноша светлая надежда несчастного отца погиб насильственную смертью. Признаюсь, невольный ужас и негодование овладевает душою, когда описываешь подобными происшествиям. Но, избегая этих кровавых картин, мы не представили бы неверного очерка нравов ни дела, в котором со всей энергией духа действовали люди мною изображаемые. Между тем, совмышленники Бесли неа собрали несколько сот конниц и он, располагая их движениями, повел эти толпы для разграбления богатого аула П. Мне кажется, это Педисов, кстати, возможно. Но жители успели скрыться в отдельное укрепление, потому что они уже знали угрожающие им опасности. Бесли не было и тут прибег хитрости, с помощью которого, который так часто успевал в своих предприятиях. Он вступил в переговоры с жителями, обещал возвратить их в владельца, находившегося еще в живых, если они возвратятся из укрепления в свои жилища. Один Бесли не только мог надеяться столь неосообразными обещаниями ослепить людей, которым угрыжала очевидная опасность. Храбрый и гордивый П. не такой был человек, которому можно было бы возвратить свободу после столь оскорбительного унижения. Но Бесли не знал хорошо всю обаятельную силу своего красноречия и действительно и в столь крайних обстоятельствах успел было убедить жителей, но несчастью своему они скоро опомнились и опять возвратились в укрепление, от которого Бесли не было склонив их выйти, удалив приведенные им толпы всадников на некоторое расстояние от аула, которое после сделало собой жертву грабежа, привлеченных к надежде добычи. Но те, которые сделали соорудием Бесли в надежде вознаграждения, большей частью обманулись в своих ожиданиях. Один Бесли вполне достиг своей цели. Он восторжествовал над человеком, которого ненавидел, над препятствиями, которые трудно было преодолеть, а такое торжество составило величайшее наслаждение для этого страшного существа. Во все это время несчастного поддержали в оковах. Бесли поспешил к нему, чтобы насытить мстительную свою душу. Жертва коварных его усилий лежала в камыше. Удалив стражу, он пристал перед страдальцем и сказал ему, теперь узнал ли ты, кто из нас могущественнее, ты или я? Конечно, глаза обесления, так резко обворжавшие сильные его ощущения, воспоминались в эту минуту огнем удовольствия от достигнутого мщения и злобной ненависти. П. был, как мы уже говорили, человек храбрый и гордый, и нам приятно прибавить, что он тут не изменил своему характеру. Говорят, что он встретил торжествующего врага грубыми ругательствами. Может быть, и это и правда, хотя не ругательство, а горделивая твердость была в его положении приличный человек усиленного духа. О последнем свидании этих двух соперников рассказывают различно, как это должно ожидать. Сам Беслиний говорил мне, и его слов нельзя не предпочесть рассказам многих, по крайней мере, он отдавал полную справедливость похвальным качествам и твердости духа несчастной жертвы своей ненависти, что он предлагал по свободу с условием, если он даст клятвенное обещание не мстить людям, которых Беслиний употребил в орудии его несчастья. На это П. отвечал, что он не станет под мечом просить пощады, однако же, согласясь, наконец, на его предложение сказал, что он примет все условия, на которых ему дадут свободу, если только эти условия будут приличны дворянину, благородному человеку. Какая прекрасная возвышенная черта характера. Беслиний мог на словах предлагать ему свободу, но невероятно, чтобы он решался на самом деле имеющего неоспоримое право мщения. Как бы то ни было, а храбрый этот воин погиб от рук наемных убийц, подлых друзей злобной ненависти Беслиния. Он был моим недоброжелателем, завистником, озлословил меня, и я погубил его. Но он погиб, как дворянин, не жалуясь на судьбу и с твердостью. Я не хочу клеветать, отдаю ему справедливость, говорил Беслиний. И его глаза блистали удовольствием в воспоминания о своем торжестве. В самом деле, твердость, с которой выражал горделивые свои чувства соперник страшного в интригах Беслиния на крови могилы, достаточно, чтобы люди, уважающие возвышенные чувства души, сожалели искренно о несчастной его судьбе. Признаюсь, с отвращением слушал я Беслиний, когда рассказывал о подробности дикой свирепой жестокости, с которой приготовили и совершили это страшное и отвратительное злодеяние, и, удивляясь собственным способностям Беслиния, жалел, что судьба не предоставила этому замечательному человеку лучшего поприща в благоустроенном просвещенном обществе, которого гражданские постановления предохранили бы его от преступлений, и тогда он своими дарованиями своей деятельностью принес бы много пользы своему отечеству, своим согражданам. Коварная мстительность и успехи в интригах Беслиния должны были всех заставить не доверять ему ни в чем. И, действительно, с некоторой боязни вступали с ним в сношение, но тем более удивительно, что везде искали его расположение. Нигде ничего важного не происходило без его скрытного или явного участия, а там, где он действовал, другие были слепыми орудиями его намерений. Но этот человек и среди своих успехов не находил душевного спокойствия. Он был один из тех странных, часто непонятных созданий, которым судьба, кажется, определила быть вечными искателями чего-то несбыточного. Эти люди, занимая в обществе своем завидную для других степень значение, не бывают довольны своей судьбой, невидимой причиной служат для них источниками мучений, немногим непонятных, и они, если судьба сегодня полоскает исполнением беспокойных надежд и желаний, завтра уже страдают. Такие люди в самих себе носят свое несчастье. Беспокойный, ненасытный, чистолюбивый характер, ум, сжатый местными обстоятельствами, но обширный в намерениях, терзали нашего объяснения во всю его жизнь. Ему необходима была беспрерывная деятельность, но что всего удивительнее было в этом замечательном человеке, это его страсть к обширным делам. Эта страсть заставила его, кажется, около 1825 года отправиться с несколькими старшинами в Константинополь. Его цель была обратить внимание Дивана из Стамбульского правительства Османской империи на черкесские дела. Он говорил и действовал там от имени всех черкесских племен. Тогдашнее положение этого края действительно некоторым образом к тому его полномачивало. Кроме того, лучшие люди в этих племенах достаточно точно предоставили ему и его спутников полную свободу действовать по своему усмотрению в их пользу. Это было в то время, в то именно время, когда деятельность турецкого правительства так долго дремавшая была наконец пробужена на твердую решимость у Махмуда Султана. Объяснения его спутники благодаря новой жизни, которую кровавый переворот дал Дивану, не остались без внимания. Следствием их ходатайства в Анапу бы назначил новый комендант на место старого и крестолюбивого Паши и присылал важный сановник для управления краем в звании главнокомандующего Сираскира. Это был знаменитый в сношениях Турции с этой страной Хаджи Хасан Паша, человек, судя по последствиям кратковременных его здесь действий, государственный, с большими способностями ума, каких не показывал еще до тех пор ни один и наземный сановник в этой части Кавказского края. Я еще отмечу, что Хаджи Хасан Паша был по происхождению чеченцем. Надежда и желание объяснения вероятно бы исполнились, если бы недоверчивость Дивана не вызвала обратно деятельного и дальновидного Сираскира и последняя война России с Турцией не положила конца усилиям этой державы распространить и утвердить власть свою над Черкесией. Когда надежды объяснения угасли, однако же он и тут решился узнать настоящее положение дел Турции и действительно ли черкесы остались по Адрианопольскому миру за Россией. С этой целью снова отправился этот беспокойный человек в Константинополь в числе депутатов Шапсугских, посланных, разумеется, по его внушениям. Переплыв в Черное море на одном контрабанном Сунде, депутаты остановились в Трапзоне, где бывший Анапский Сираскир, живший там по неудовольствиям подозрительного дивана без должности, принял старых своих знакомцев радушно и отправил их с рекомендательными письмами в столицу. Депутация была принята в Константинополе, весьма ласково и отправилась обратно высыпанная подарками и обещаниями. Диван по расчетам политики в этом случае не слишком проницательный и, вероятно, не хотел сознаться в том, что воля победителя предписала ему условия мира и восточный берег Черного моря уступленным навсегда могущественной России. Но прозорливый наш Беслиний понял то, что от него скрывали. Он постиг всю слабость порты, борющиеся с внутренними волнениями, для искоренения которых властелин ее отрубил 40 тысяч голов. Аббат выехал из Константинополя уже без надежды на Турцию. Чего хотел этот неутомимый человек? Что было целью двукратной его поездки в Константинополь? Беслиний разрешал эти вопросы очень простым объяснением. Единственная цель, к которой стремились все его желания и действия, было водворение в возвышенное направление его ума и духа ставит Беслиния выше его соотечественников и искателей ничтожных дел и гибнущих в низких интригах мелких побуждений. В Трамзоне Хасам Паша снова ласково принял Беслиния и его спутников и со слезами на глазах высказал ему свое искреннее сожаление, что не может содействовать пользам их страны. Желая сделать приличные подарки старым своим знакомцам и зная между тем о бычьих земли, Паша советовался с Беслинием, можно ли предложить одинаковой цены слишком привязчивый к наружным преимуществам и по гибкости характера предпочитавший всему средству к достижению своих предположений, хотел, чтобы подарки были сделаны всем одинаковыми, но депутаты из варян, проведав это, почти для себя оскорблением быть сравненными с народными депутатами и решились отказаться от дров Паши. Тогда Беслиния принужден был, вопреки собственному желанию и мнению, согласиться на перемены в подарках. Перемены это сделалось известным народным депутатам и они изъявили неудовольствие, а один из них за пыльчивостью высказал ему свое негодование. Этот человек был облагодетельствован Беслинием, не раз оказывал к нему искреннюю преданность, за что был ими любим. Беслиния чрезвычайно вспыльчивый и не мог равнодушно видеть, как забывается перед ним человек, им не выведены в люди, им же выведены в люди. Однако же он старался скротостью объяснить депутатам, что перемены в подарках сделаны против его желания, уговаривал их не ссориться и объявил, что дворяне, если и получили больше их, то не привезут домой более, чем они. Им прилично, как дворянам, сделать вам и от себя подарки, и я беру это на себя, прибавил он. Но все было тщетно, строптивые народные старшины не унимались, более всех шумел тот, кто так много был обязан Беслинию. Это вывело аббат из терпения, и он в полу негодования бросился на него с ножом, бывшим у него в руках в эту минуту. Его удержали, но он отобрал от дерзкого подарка Паши, говоря, что он народный старшина, а его слуга потом дать или не дать зависит от доброй его воли. И чтобы показать бескорыстие в этом поступке, отобранные вещи разделил другим. При обратном плавании депутации старшины примерили Беслинию с бывшим его любимцем, и он возвратил ему отобранные вещи, сверх того, сделал приличный подарок для восстановления прежнего их согласия, и чтобы предать забвению случившееся между ними неудовольствие, и оно оказалось уже забытым. Но этот любитель Беслиния взрос его в школе, и мстительной его души осталась навсегда самая неукритимая деканена, и следствие которой сократили дни Беслиния, как увидим далее. Весной, кажется, 1830 года был послан по повелению фельдмаршала офицер генерального штаба для обозрения некоторых мест за Кубанью. Речь идет о Подтоцком. Был такой русский офицер, который прошел тайно через покровительство семьи аббатов по побережью вокруг Крымский район и по побережью Анапа, Геленджик, Пшада вернулся по Псикупсу обратно. За что аббаты в общем-то и получили. Но сейчас мы об этом узнаем. Сколько у нас времени там? Ага, 23. Родной брат Беслиния Убых взялся провести этого офицера, переодетого в черкесский наряд, из Анапы по направлению на восток через черкесские племена к вершинам Кубани и взялся, должно прибавить за дело очень опасное в шапсукском племени, но исполнил его весьма удачно. Скоро, однако, шапсуки проведали, что русский чиновник проехал через их земли, измеривал расстояние, вызвал дороги, прибавили к этому известию те, которые хотели поджигать пламени раздора. Народ взволновался, буря готова была разразиться над абатами. Если бы кто-нибудь, совершенно не имеющий никаких связей, несношений с Беслинием, сопровождал русского офицера, то волнение народа утихло бы само собой, без всяких особенных последствий. Но брат Беслиния сопровождал его, и потому это дело, конечно, известно и ему, следовательно. То есть, тут есть что-нибудь важное, да и может ли быть иначе, когда Беслинии показывают русским земли шапсугские. Так толковал народ, потому что он воображал видеть во всем, к чему примешивалось имя маленького аббата-волшебника, как называли шапсуги нашего героя, что-нибудь важное, опасное. Беслиния ничего не знал о намерении своего брата, но когда тот объявил ему о том, тогда уже было поздно переменить что-нибудь в этом деле. Русский офицер уже находился в средоточии шапсугских земель. Ты поступил, чрезвычайно безрассудно взявшись за дело, которое может взволновать народ, наделать нам тысячу неприятностей. Но делать нечего. Ты обещал русским, так должен исполнить обещание. К тому же, теперь поздно загладить твою ошибку, опрометчивость. Куда ни проведи, русского офицера все равно для шапсугов, и дело не обойдется без шума и тревог. Сказал Беслиния своему брату и советовал ему спешить в дорогу. Вот все участие Беслиния в проезде русского офицера, но этот случай заранил семена тревожной деятельности в беспокойную его душу и взволновал его множеством предположений и соображений, как увидим далее. Предсказания Беслиния сбылись очень скоро. Народ взволновался, толпы стекались, хотели разграбить дом убыха, но по внушению старшин народ заразошелся с тем, чтобы снова собраться по его возвращению. Эта неприятная вещь дошла до убыха, когда он возвращался из Пятигорска, куда проводил русского офицера. Убых был хороший наездник, человек храбрый, неглупый, но не был, могли показать ему всю опасность его поступка. Он поспешил к своему брату просить его о советах. Беслиния в это время находился в Черченеевском племени, через землю которого пролегал путь убыха. Здесь увиделись братья и, поговорив, расстались, чтобы возвратиться домой разными дорогами. Как только аббаты приехали к себе, поднялась тревога. Многочисленными толпами народ спешил к жилищу убыха, угрожая ему огнем и мечом. Беслиния и возвратился позже своего брата и, решаясь разделить с ним опасности, поехал к нему. Они жили не в дальнем расстоянии один от другого, с оружием в руках. Он начал вести переговоры с народом, волнение которого достигло уже высшей степени раздражения. Народные старшины, ненавидящие Беслиния, поджигали иступление буйной воинственной черни. Обвинение убыха в явном злонамерении против шапсукского племени. Позревая и Беслиния в скрытом участии предприятия своего брата, народ требовал, чтобы они явились к суду духовному, то есть шариату. Беслиния изъявил готовность судиться и подвергнуться приговору этого суда и требовал со своей стороны, чтобы народ назначил двух или более судей Кадьев, которым хотел присоединить и с своей стороны столько же, но не соглашался явиться теперь уже среди собравшихся из нас коротолпы, где господствовали голоса и мнение личных его недоброжелателей, а надеходившиеся между ними духовно... Сейчас поправлю зарядку и продолжим. Требования Беслиния были справедливы, но его отвергли. Страсти работали уже сильно, а предлог нападения на Беслиния был таков, что личные его враги могли воспользоваться им с успехом. Случай редкий, которого они прежде не ожидали, зная всю силу влияния этого замечательного человека. Преданные Беслинию люди известили его о намерениях его врагов, намерениях кровавых. Они хотели и надеялись погубить его, если он только явится среди раздраженной неистовой черни. Переговоры продолжались несколько дней, и в течение этого времени дом у Быха находился в осадном положении. Народ угрожал ворваться туда. Аббаты, решаясь дорого продать жизнь свою, стояли с оружием в руках, а люди, преданные им, показывали готовность разделить их жребий. Переговоры производились обыкновенным порядком, то есть через избранных почетных старшин, которые передавали требования народа Беслинию и его ответы народу. Наконец, пыльчивый, нетерпеливый и решительный Беслиний, выведенный из терпения упорством своих врагов, решился подвергнуться всем опасностям, явясь в среде раздраженной, несправедливой толпы, которая хотела быть его судьей и палачом. «Пусть я погибну, требуя именем Бога суда духовного!» воскричал он. Это значило идти на верную смерть. Старшины, передававшие Беслинию требования народа, отказались ввести его в собрание, в котором они не надеялись доставить ему справедливого суда и удержать чернь в границах умеренности, а быть его убийцами не хотели, поступав благородной и достойной похвалой. Принужденный крайностью обстоятельств Беслиния решился, наконец, удалиться во время своей родины и вместе с братом своим ночью оставил пределы шапсугского племени, но они покинули там свои семейства. Это была величайшая ошибка, через которую остальные годы жизни Беслиния по собственному его выражению сделались мрачными. За этой ошибкой и последовала другая. Он удалился к русским, что поддержало влияние его врагов напротив того, удались он к натухайцам, тогда мог бы без больших затруднений выручить свое семейство, а потом легко было ему исполнить свое предположение переселиться под покровительство русского начальства. Братья-изгнанники отправились к лифмаршалу, находившемуся в свое время в Пятигурске. Здесь представляются соображения, которым был способен наш Беслиния. Когда по заключению мира между Турцией и Россией Анапа осталась за последним, умные и несколько знакомые с соседними народами Черкесии, которых число, впрочем, было уже незначительно, уверились, что судьба их края предоставлена России. Беслиния по возвращении в своем последний раз в Константинополь, а более других был убежден в этой истине. По собственным его словам, ровесникам его, пользовавшимся некоторой известностью, оставалось тогда избрать одно из следующих трех предположений. Первое – удалиться в Турцию, в землю мусульман и там в служении Богу ждать смерти. Второе – поселиться в ущельях, отдаленных от беспокаиваемых гор и не вмешиваясь уже более в общественные дела провести остаток дней. И третье – предаться покорительству России и там искать прочного обеспечения семейным своим делам. Первое и второе из этих предположений несообразны были с духом бесления. Ни то, ни другое не могло достать пищи деятельному, беспокойному его уму и он из них мог бы от тоски, если бы пришлось ему жить спокойно и уединенно. Но согласовалось как нельзя более с его жаждой тревожной деятельности. По крайней мере, он мог надеяться принимать тогда постоянное живое участие в делах черкесских племен вообще и своей родиновой особенности. Эта надежность сильно увлекала его в соображениях насчет будущего. Однако же он не решался еще ни на что по двум причинам, любопытным по образу его изъяснениям. Во-первых, он боялся медленного течения дел у городских людей, а потому думал иногда не предпринимать ничего решительного в надежде дождаться смерти без особенных сильных перемен в положении, в котором находилась тогда его родина. Мы, если заметим, часто обнаруживаемые известными ровесниками безсления. А во-вторых, ему необходим был какой-нибудь особенно благоприятный, по крайней мере, заметный случай, чтобы решиться на последнее из трех предположений, о котором мы говорили. Гонение, которым подверглись безсления и убых за услуги русскому начальству и пребыванию фельдмаршала в Пятигорске, он почел таким случаем, какой был необходим ему по его расчетам. Эти соображения безсления объясняют нам его поведение при объявлении ему убыхом о скрытом путешествии русского офицера. Между тем, как изгнанные аббаты были задержаны на пути к фельдмаршалу карантинными учреждениями, волнение шапсугов разразилось над их семействами. Толпы бросились на их жилища, разграбили имение, а семейство подвергли плену. Слух о последнем случае поразил изгнанников. Они не ожидали, чтобы волнение народа принял столь насильственный характер. Наконец-бы, с Лени с братом своим явились к фельдмаршалу, успокоил изгнанников обещанием своего покровительства и щедрым назначением и содержанием. В это время фельдмаршал предпринимал экспедицию против неприязненных черкесов. Один отряд под личным начальством главного командующего приступил к пределу шапсугов, другой, пройдя часть земли абадзехов, присоединился к нему. Экспедиция не была продолжительной, но шапсуги чрезвычайно были встревожены движениями этого сильного отряда, произвела испуганным народом косвенным, потому что, вероятно, что он боковым движением захватил в одно время несколько пунктов. Шапсуги приняли появление русских войск вследствие изгнания Беслини и Убыха и разграбления их достояния. Убеслиний находился при главнокомандующем, Убых провел часть отряда через земли абадзехов и успел их удержать с всякого неприязненного действия. Следовательно, этого довольна было, чтобы внушить шапсугам такое предположение, из которого они в состоянии были извлечь для себя по крайней мере ту пользу, что могли требовать от абатов удовлетворения за все убытки и потери, понесенные народом от действий русского отряда. Из влияния этой экспедиции наш абсугов Беслиний не излег для себя никакой пользы, хотя он ожидал совсем других последствий. По возвращении отряда Фельдмаршал, движимый чувств справедливости, оказал Беслиний Убыху, как так сильно пострадавшим за русских, в значительное денежное пособие за вознаграждение потери их имени. Известно, что похвала сильному похожа на лесть, но есть обстоятельства, в которых боязнь, что наши слова почтут ложью, должна уступать место истине, которую совесть нам внушает, а общая польза вменяет в обязанность высказываться всенародно. К тому же, не знаю, мог ли бы ли я когда-нибудь взяться за перо, если бы провидение одарило меня величайшими талантом писателя, если бы не в состоянии был говорить, когда совесть мне это внушает. Этот поступок благороден, великодушен, принес пользу и достоин похвалы, а этот внушен чистолюбим, вредным, гнусным, любосотяжанием и достоин презрентного злодея. Как бы то ни было, мы скажем, что великодушенное внимание русского главнокомандующего к изданникам Аббатам произвело столь сильное впечатление на умы черкезов, что если бы вы тогда потребовали именем его величайших личных пожертвований от каждого значительного между ними лица, то ни один не отказался бы исполнить наши требования. Между закубанскими черкесскими племенами не было ни одного знаменитого человека, который не питал бы дружеского или неприязненного чувства к беслению. Следовательно, его судьба в это время сильно занимала целый край, и поэтому, оказанное ему, фельдмаршелам столь милостивого внимания удостоверило каждого из них, что, полагаясь на великодушие русского главнокомандующего, можно по образу их мыслей решиться на все пожертвования в пользу России. Притом, горцы давно уже знают цену пустозвонному красноречию, и фельдмаршелам не пышными словами, не обещаниями за облачного блага, но щедротою на деле ясностью и определенность в своих требованиях от покоряемых России горских народов, и, что кажется, нам это все уважнение, умением применять эти требования к образу мыслей и жизни туземцев в соединении с требуемой покорностью очевидных выгод или для сильнейшего сословия, которое... Господи, какие сложные предложения тут у него. Которое своим влиянием может увлечь вслед за собой остальную массу жителей или для большей части всего народонаселения. Этими важными и совершенно необходимыми в начальственнике Кавказского края соображениями, фельдмаршел успел внушить кавказским народам полную доверенность к своим действиям. Вот чего бы не помешало авторам того времени, что Спенсеру, что Хангирею это почитать книжку «Пиши, сокращай» современную, для того, чтобы правильно писать. Вообще, не употребляя в одном предложении целые какие-то сумасшедшие конструкции на целый лист просто, жесть какая-то. Вот. И еще хочу заметить, видите, как он... То есть, образ мышления человека на русской службе уже отслужившего, то есть, такой имперский образ мышления у него совершенно. То есть, он оправдывает, старается там как-то чрезмерно возвысить именно русского фельдмаршала, вот этих вот людей, перешедших на русскую сторону, как бы при этом не соображаясь совершенно, да, с обстоятельствами того времени. В доказательство наших слов, говоря о таких обстоятельствах, о многих отношениях столь важные, мы всегда основываемся на убедительных, по крайней мере, в наших глазах доказательствах. Переведем здесь одну черту доверенности горцев к фельдмаршалу. Миргоевский князь Джамбулат, вот как раз брат Айтека, с которым они воевали, который на стороне горцев, со стороны Абадзехов, нападал на него, на Айтека, человек, известный своей храбростью и воинственной жизнью, был одним из тех людей на Кавказе, которые оказывали сильную фанатическую вражду к русским. Его имя долго было сигналом сбора больших партий, производивших часто опустошительные набеги на кубанской линии. Сверх того, его влияние в Абадзехском племени, в котором, как и в шапсукском, народ не терпит власти высшего сословия, было замечательным. Фельдмаршал заявил желание видеть этого князя, и Джамбулат, тот, который питал доселе постоянную ненависть к русским, явился главнокомандующему с готовностью принять условия покорности, какие угодно будет ему над него возложить. Джамбулат верился в великодушие фельдмаршала, полагаясь на его слова, и не обманулся в своих надеждах, он был принят следственным для него вниманием, в котором видны глубокие соображения в пользах границы, которые можно было извлечь из влияния этого человека в той части Черкесии, где играл он столь важную роль. Так государственный человек с внимательностью обращает свои взоры на все, что только может принести сколько-нибудь пользы или причинить сколько-нибудь вреда той части управления, которое вверено государством, государям, его заботам. По отъезде фельдмаршала обстоятельства переменились, и Джамбулата, который сохранил с тех пор верность к России, не стало, он погиб насильственной смертью. Это вот та история, когда Джамбулат действительно после смерти своего брата Айтека, повоевав, почти десятилетия решился все-таки на покорность России, чтобы как-то более-менее удержать от развала полностью свои владения Демиргоевские, потому что последний был наследником, по сути, выжившим. И в итоге постигла его судьба, вот эта вот странная тайная история, с его убийством и до сих пор спорят, кто же был заказчиком. Возможно, генерал ЗАЗ, возможно, нет. Кто знает. Врагов у него было много. Могли и свои убить за переход к русским. Беслини и Убых остались на линии черноморских казаков, граница которых соединяется с пределами шапсугов. Для изъявления средств к избавлению от плена своих семейств, но и враги Беслиния также не дремали. Их ненависть, достигшая уже отвратительной степени озлобления, не знала границ своему ужесточению, и они решились нанести ему неизгладимое оскорбление, гнуснейшее, которое нельзя было и придумать. Несчастная жертва, предположенного зверским бесстыстным насилия, находилась уже в доме человека, состоявшего в числе врагов Беслиния, перемещенная туда под предлогом вернейшего ее обеспечения. Бессощитная несчастливица сделала сжетовую месть подлейшего человека, которого имя мог душа им все произнести. Этот человек был тот самый народный старшина, с которым, как мы видели, Беслиния ссорился в тропзоне, и что не помогло погасить чувство мщения в злобной душе этого презренного создания. Враги Беслиния торжествовали, невозвратное его унижение, он жив еще, но его женой владеет ненавистный ему человек. Это было ужасным ударом для Беслиния и оскорбило всех, в ком только было чувство уважения к самому себе. Шапсунские старшины в порыве первого негодования съехались для рассуждения о случившемся доселе неслыханном в их земле происшествии. Тут положили обеспечить несчастную жену Беслиния, переместили ее в дом надежного человека и поручили его надзору. Но уже было поздно, и бодрый дух Беслиния в первый раз должен был изнемочь под тяжестью изменившей ему судьбы. Получив в убийственное известие, он был оглушен на несколько мгновений и, казалось, лишился чувств. Но твердость духа, до этой минуты никогда не оставлявшая его, скоро возвратилась к нему, как ангел-утешитель, и он оправился. Вестником невзвратного унижения Беслиния был родной брата его убых, для которого он часто бывал под спорой и защитником, и который сам, увлекшись корыстью, был виной всех несчастья аббатов. Но, несмотря на все это, в глазах его, по словам Беслиния, отражалось удовольствие в ту минуту, когда он рукавою вестью поражал в самое сердце своего брата-благодителя. Это ужасно, но оно не покажется невероятным тому, кто хорошо знает, как сильно у черкесов зависть вообще и у ближних в особенности. С наступлением ночи Беслиния, не внимая молениям друзей, невзирая на запрещение постового начальника на границе, был уже в пределах враждебных ему шапсугов, хорошо вооруженный, на отличной лошади и с одним преданным ему человеком. В ту же ночь, проскакав в достаточно значительное расстояние, он учтился на дворе дома, где находилась оскорбленная его жена и, когда постучался в дверь и вышел хозяин дома. Представив дуло пистолета в груди вышедшего к нему, он объявил, что застрелит его, если он осмелится произвести тревогу. Устрашенный хозяин исполнил все требования отчаянного всадника, вызвал его жену и допустил его видеться с ним наедине, сам оставаясь на это время подле спутника объяснения. Свидание мужа с женой было коротко, назначив ей время, в которое явиться, чтобы вести ее, он удалился, а хозяин дома сказал, что приезжал с той только целью, чтобы лично узнать из ее уст все случившееся с ней и что обесчищенная женщина не будет уже его женою, а потому оставлять ее навсегда, собственно, ее судьбе и произволу бесчестных врагов, которые посрамляют себя, нападая на беззащитную женщину. Настало безвеселение назначенное время и он явился к ней, она ждала его. Бесвеселение сажает ее на свою лошадь и пускается в опасную дорогу. Между тем наступает утро. Он думал было провести день в лесу, а ночью продолжать свой путь, но погоня открыла его. Удалив от себя своего спутника, жителя Шапсукского, который мог бы погибнуть вместе с ним, если бы имел мужество на виду знаменитого в преданиях Каита, но не спас бы его, упустился в путь преследуемый толпой всадников, собравшихся на тревогу. Отстреливаясь, он продолжал чудный свой побег до тех пор, пока не подстрелили под ним лошадь. Казалось, сама судьба же случилась противо 60-летнего старика, отомчая за кровавые успехи, которые сама же доставила ему на тревожной деятельной стезе воинственной жизни черкеса. Жена умоляла его покинуть ее на произвол судьбы, умоляла, чтобы он искал спасения, но Беслини был неумолимый гневом, приказал ей молчать, он решился умереть, защищаясь. Я хотел, говорил он, после умирая ее заколоть, но судьба отсрочила день его гипели. В массе, окружившей Беслини, не все желали его смерти, и потому вступили с ним в переговоры, представляя ему невозможность противиться несоразмеримой силе, а он отвечал, что даром не отдал жизни. Некоторые говорили, что Беслини должен был умереть в этот день. Казалось, отвага, решительность и самолюбие его были слишком велики, чтобы он предпочел оскорбительную жизнь славной смерти. Но эти люди не знали все силы и чувства мщения, кипевшего в душе Беслини, который, оставаясь живых, мог еще надеяться мстить своим врагам. И это надежное мщение действительно привязывало его к жизни. Когда дело пошло не переговоры, Беслини решился отдаться в руки противников с условием судить его духовным судом, шариатом. Тут на него наложили оковы. Скоро распространился слух об этом происшествии, и народ стекался посмотреть на аббата-волшебника. Так были великие удивления и боязнь, внушенные бесследнием простолюдином своего племени. «Ты думал нас поглотить, а теперь сам попался в наши руки», сказал ему один старик и прибавил обыкновенную черкесскую поговорку, что народ счастливее волка, пожирающего его стада, то есть обжорливый волк, рано или поздно попадается в волчью яму. Так думаешь ты потому, что у тебя вместо ума одни глаза, но я переживу тебя и буду еще на твоих поминках, отвечал бесследний весело улыбаясь. В самом деле случилось, что старик скоро уме, а этого уже довольно было, чтобы суеверный народ принял случайные слова аббата-волшебника за предсказание. В числе всадников, которые взяли бесследния в плен, находился сын известного своему староумием народного старшины Бжаве, и в этом кругу, и в этом деле играл важную роль. Он имел значительное влияние в своем кругу. Пленного поместили в доме одного из родственников этого человека, а потому его влияние в деле бесследния еще усилилось. На нем лежала, как говорят черкесы, кровь Шаритлуковых. За несколько лет перед тем он убил одного из этой фамилии, а брат убитого, Пшимав, не соглашался принять от него обыкновенное удовлетворение, плату, оживал кровью убийцы, погасить чувство мщения. Однако ж, когда бесследний попался в опасный плен, он, Шаритлуков, движимый чувством доверянина, как говорят черкесы, благородно решил освободить его пожертвованием своих чувств мщения и объявил убийцу своего брата, что согласен принять от него обыкновенную плату за кровь, если он освободит бесследния на каких бы то ни было приличных обстоятельных условиях. Убийца охотно согласился употребить свои усилия и бесследний получил свободу, дав обещание явиться на суд духовный, когда народ потребует того. В исполнении же бесследнием данного обещания поручился Нагой Харате, один из имевших важное влияние народных старшин шапсукских. Здесь мы должны упомянуть об одном случае, когда бесследний был взят в плен и содержался в кандалах, собралась сильная партия для ломчения за него. Эту партию составляли лучшие князья и дворяне разных черкесских племен. Она достигла ночью окрестностей и жилища самого непримиримого врага бесследния и праведное наказание готово было разразиться над преступной головой этого гнусного человека, но по несчастью всегда сопровождавшему большую массу людей и подчиненных воле одного предводителя. По несогласию и нерешительности характера двух-трех лиц эта партия была приведена в замешательство и отступила, не сделав ни одного выстрела. По крайней мере, предприятие это показывает обширность связи бесследния и уважения, с которым он пользовался во всех племенах этого края. Освобождение бесследния встревожило его врагов и под их влиянием начали собираться толпы народа с целью преследовать вообще аббатов. При начале гонения на бесследния и убыха их родственники аббаты, которых было около 10 дворов, не были единодушны. Даже некоторые из них со всей родственной ненавистью действовали против них. Потом, когда бесследний с своим братом явился в отряде фельдмаршала и все остальные принуждены были отказаться от них, этого требовал народ, если они не согласятся отвечать за них. Впоследствии, однако, когда бесследний был взят в плен, они соединились единодушно за исключением двух или трех, приставших к народу и вступились за него, и требовали от народа справедливого суда, соглашаясь выдать его даже за казнь, если приговор шариата будет таков, но вместе с тем требовали удовлетворения за все обиды, которым подвергнули бесследний убых и наглости силы народа. Разобрать судебным порядком столь запутанные дела оказалось чрезвычайно затруднительным, но все-таки это было возможно. Но враги бесследния искали его гибель, а несправедливого окончания тревожного раздора. Аббаты, предуведомленные за благовременное намерение своих врагов напасть на них неожиданно, собрали свои семейства в один двор, укрепили его, решаясь защищаться в нем до последней крайности. Густые массы народа, предводимые врагами бесследния, расположились в окол этого укрепления с намерением взять его силу или хитростью. Народные толпы поступали не раз к укреплению, вызывали крепостных людей Абатовых, обещая им свободу, объявляя их владельцев отступниками веры. На эти крики ответствовали из укрепления язвительными насмешками. Приступы тоже не имели успеха. Далее осаждающий при Бельгах хитрость. Одни толпы показали намерение атаковать укрепления, другие, казалось, и вдруг ворваться в укрепление. Но и это не удалось. Осажденные не щадили никого, стреляли и по минимум посредникам. Наконец, осаждающие перевезли пушку, сделав из араб движущую батарею и под ее прикрытием снова начали приступать к укреплению. Осажденные, однако же, не рабели, отразили и это усиленное нападение, но гром пушки и ядра приводили в ужас женщин и детей в тесном укреплении. А действия сырости и спертого воздуха в ямах, вырытых для укрытия семейств от ядер, стали оказывать вредное влияние на здоровье женщин и в особенности детей. В этой крепости наш бессленний свойственно ему решительностью и самоотвержением объявил, что для личного своего спасения не намерен доля подвергать опасностям и страданиям семейства аббатов и хочет отдаться снова народным старшинам. Аббаты к чести своей не хотели слышать о намерении бессления и решительно отказались от всякого отношения с народом, если он не уступит от укрепления. Из одной боязни они уже не хотели посредники истины и они удалили народный скопич от укрепления, уговорив и аббатов положиться на суд шариата. Бессленний, наложив на себя собственными руками оковы, снова отдался в руки народных старшин, поручившись доставить ему разбирательство духовного суда приговора, коего он не отказывался. Скоро собрался народ, созвали и духовных судей и ликадьев, чтобы судить бессления, обвиняемого в намерении разорить шапсунгское племя, помнили еще участь хакучинцев и ставили ему в вину потери, понесенной народом от действия отряда фельдмаршала. Враги Бессленни надеялись, что духовный суд, руководимый религиозными идеями, осудит его казнь, на казнь, как предавшегося неверным и действовавшего против мусульман. И друзья его то же самое полагали и боялись за него. Бессленний один думал иначе, он надеялся на себя. И действительно, как только духовные судьи приступили к делу, силы его влияния и закаленные в интере их вкратчивость оказали необыкновенное свое действие. И на этот раз удары их были неотразимы. С ними в союзе было всесильное золото, которому шаткая совесть бородатых и столкователей шариата очень благосклонна, как часто бывает и у судей безбородых и с очками на широком носу. А Бессленний в состоянии был нагрузить весы шаткого их правосудия. Враги Бессленни упорные в своем намерении погубить его, увидели, что невозможно им достигнуть посредством осуждения смерти человека столь сильного даром слова и влиянием. И составили другой заговор. Они предположили суда под предлогом соблюдения какой-то судебной формы тут броситься на него и убить. Друзья аббатов открыли этот кровавый замысел и дали им знать. Это было поздно вечером. Оставалось немного времени для спасения Бессленни. К счастью, аббаты все находились в сборе. Они, решаясь противостать заговорщикам, поспешили к своим семействам для удаления их в безопасное место. Между тем, один из них, Магомед Биасланеку, человек с достоинствами, отправился к Харету, ухранявшему Бессленни и открыл ему замысл врагов. Этот решительный народный старшина поступил здесь великодушным образом, но он снял с Бессленни оковы и вторично освободил его на свой страх. Но Бессленни был один из тех людей, которые были привязаны к возвыженным по образу мыслей своей нации и идеям, чем спокойствуют в безопасности жизни, которые не перестают и в самых крайностях думать о том, что скажет об них потомство, а потому отказался от свободы. Нет, для спасения своей жизни я не соглашусь подвергнуть моих друзей опасностям, от которых могут пострадать сильно. Они поручились доставить меня пред суд духовный и не сдержав слова подпадут гонениям народа, который решился пить мою кровь. Нет, этого я не сделаю. Я остаюсь в оковах, пусть совершится то, что написано на моей судьбе, сказал Бессленни с решительностью человека, который не дорожит уже более собою и его слова были искренни. Он снова наложил на себя оковы и ни просьбы, ни слезы Магомета не могли убедить его оставить пагубные намерения. К счастью, Харет был еще более тверд в своей решительности. Он утверждал, что заговор врагов Бессленни освобождает поручителей его, давших клятвенное обещание доставить ему в справедливый суд, от обещания народу держать Бессленни в оковы до окончания дела. Напротив того, этот заговор обязывает их стараться теперь о сохранении жизни человека, за безопасность которого вне законов они поручались и клялись именем Бога. Он снова снял оковы с Бессленни и принудил его настоятельными требованиями удалиться в безопасное место. Таким образом, Бессленни был обязан свободой, а может быть и жизнью решительности характера этого народного старшины. Но Бессленни так боялся за безопасность своих поручителей, которым раздраженный народ мог отомстить из-за дружбы к нему, что, говорят, хотел еще раз подвергнуться добровольному плену, но его удержали от этой верной гибели. На этом мы сегодня, пожалуй, закончим. Два часа у нас почти. Закончим с Бессленни в следующий раз, в среду в 20.00 в эфире. Продолжим. Ну и еще что-нибудь почитаем, там еще не очень много осталось, что-нибудь небольшое. Спасибо всем, кто был в эфире. Эти эфиры оба сохранены, я их выложу в YouTube также. Здесь они в сторис будут сохраняться еще сутки, можно будет их посмотреть полностью. Участвуйте в викторине. Осталось вот сейчас девятый пост и будет еще десятый через день, в общем-то финальный. Там будут супер очки, скажем так. Можно будет вырваться вперед даже тем, кто не играл до этого. Так что участвуйте, выигрывайте приз, делитесь с друзьями, ставьте лайки, комментируйте. Ну и в общем, всем пока. И последнее, можете в комментариях оставить свои вопросы, если у вас возникли, я отвечу. Ну и на этот раз уже все. Всем пока, до среды, до 20.00 в эфире. Продолжение следует...